Он поклялся, что на лорец, где хранятся письма, он наклеил обращение к своей сестре Лоре, в котором отдал ей распоряжение бросить все в огонь, ничего не просматривая. Но почему столько беспокойства, когда уже никто не имеет права ревновать? Их жизнь может быть теперь совсем простой. Они были бы вместе до конца дней, как Филимон и Бавкида. Седовласа и Чита, муж и жена, обожающие друг друга, сидящие рядышком у камелька. И при одной уж мысли о таком блаженстве он плакал от умиления. Чего она боится? Того, что ей придется разделять с ним нужду? Напрасная боязнь. Он закончил одно за другим столько произведений, что мог теперь позволить себе совершить за свой счет четырехмесячное путешествие в Россию. В браке с ним ее ждет не одна лишь слава. Ведь для того, чтобы стать членом трех академий, быть избранным в парламент, ему недостает только материальной независимости, и он добьется состояния своим трудом. Но в январе 1842 года, первого года вдовства госпожи Ганской, он, хоть и был связан договорами, работал мало и плохо, потому что Ева в этот важнейший для них момент, Ева, уже свободная от всякого контроля, не подавала о себе вестей. Вот уж скоро месяц, как я получил счастливое письмо, а вы ни разу не написали мне за это время. Счастливое письмо. Вероятно, она подумала, что у него нет такта. Он теперь давал ей, как ступруг, советы о том, как ей управлять имуществом, уговаривал поскорее выдать замуж Анну, которой едва исполнилось тогда 14 лет, за человека с головой и, главное, богатого, и взамен определенной пожизненной ренты уступить дочери в собственность имения. Пока почта не приносила вестей с Украины, Бальзак тревожился, но когда 21 февраля он получил долгожданное письмо, то был сражен. С ледяным спокойствием чужестранка сообщала ему. Вы свободны. Уже и речи не было о браке. Она намеревалась всецело посвятить себя воспитанию единственной дочери. Ужасная тетушка Розалия предостерегала ее против французов. Париж никогда. Тетушка Розалия, кстати сказать, дальняя родственница, имела основание ненавидеть Францию и бояться ее. Ее матери, княгине Любомирской, там отрубили голову в 1794 году, и сама тетушка Розалия сохранила страшные воспоминания. На нескольких неделях, проведенных в тюрьме, в период якобинской диктатуры. Но главное, эта надменная семья порицала вульгарную связь. У старшей сестры Евы Каролины Сабанской тоже были любовники. Но иметь возлюбленным Пушкина, принадлежавшего к подлинному и старинному русскому дворянству, казалось более приличным, чем сохранять связь с Бальзаком, буржуа и богемой, самое мерзкое сочетание в глазах ржевузских. Если б Эвелина Ганская сказала, я питаю те же надежды, что и вы, но придется подождать год-другой, Бальзак смирился бы. Бескорыстие, преданность, вера, постоянство — вот четыре краеугольных камня моего характера, а между ними только нежность и доброта. И вот даже после этого жестокого письма я буду ждать. Я всегда втайне думал, что Петрарка выше Лауры. Если бы Гога де Сад оставил ее свободной, она нашла бы основания оттолкнуть автора санетов. Соображения опекунства и у нее были бы подобны тенетам паутины, нити которых она превратила бы в бронзовые, а по поводу этих соображений она тоже созывала бы собрание родственников. Тон писем становился горьким. Любовнику, будущему мужу, были нанесены болезненные удары. В чем она могла его упрекнуть? При их встрече в Вене в 1835 году она сказала, не заводите никаких связей. Мне нужно только ваше постоянство и все ваше сердце. Этому требованию, как он говорил, ему было легче следовать, чем она полагала. Да будет Еве известно, как он ответил одному глупцу, который вздумал расспрашивать о его любовных приключениях. Сударь, в нынешнем году я написал 12 книг и 10 актов театральных пьес. Это значит, что из 365 ночей в году, которые даровал нам Бог, я 300 ночей провел за письменным столом. Так вот, 1841 год во всех отношениях подобен десяти предшествующим годам. Я не отрицаю, что женщины влюблялись в воображаемого Бальзака и приходили к тучному и толстощокому солдафону, который имеет честь отвечать вам. Но все женщины, как самые знатные, так и самые простенькие, и герцогини, и грезетки, хотят, чтобы занимались только ими. Они взбунтуются, они и десять дней не потерпят мужчину, поглощенного великим делом. Вот почему женщины любят дураков. Дурак отдает им все свое время, занимается только ими, тем самым доказывая своим дамам, что они любимы. Пусть гениальный человек отдаст им свое сердце, свое состояние, но если он не посвящает им все свое время, самая благородная женщина не поверит, что он любит ее. Да, самый нежный человек на свете жил после смерти Лоры де Берни в одиночестве сердца и чувств. Правда, на короткое время пришла надежда найти немного покоя и ласки близ госпожи Висконти, но тут его ожидало, как он заявлял, разочарование не менее жестокое, чем то, которое доставляло ему маркиза до костри. Впрочем, он и не желал заводить себе любовниц, он стремился к браку, к надежному, нерасторжимому союзу, к уверенности жить и умереть вместе. Умоляю вас, подумайте об этом, у вас еще вся жизнь впереди. В ту пору он писал Ганской прекраснейшие письма, искренне уверяя ее в своей любви. Великий романист увлекся своей игрой. Могла ли она поверить в его искренность? Она знала, что вера и постоянство не всегда были краеугольными камнями характера Бальзак. Лишившись всякой поддержки после смерти мужа, она должна была считаться с мнением родни, восставшей против неравного брака. И главное, чужестранка боялась, что если она вступит во второй брак, у нее отнимут дочь, а эта насильственная разлука убьет ее. Наконец, она постарела со времени свидания в Вене и через семь лет не была уверена, что будет еще нравиться возлюбленному, который, казалось, по-прежнему был исполнен пылкой чувственности. Из осторожности она послала ему сделанный карандашом портрет, где была нарисована в профиль. «Право же», — отвечает Бальзак, — «присылка этого портрета, моя дорогая, обожаемая Ева. Просто кокетство. Ведь можно подумать, что видишь перед собою молодую девушку». Весьма важная причина недоразумений. Бальзак, так хорошо знавший французское общество, плохо представлял себе сложную обстановку в славянском мире. Поляки на Украине испытывали на себе тяжелый гнет, и как мятежные подданные царя, и как католики. Киевский генерал-губернатор действовал как властелин и мог в случае конфликта простым распоряжением наложить арест на все имущество, оставленное Ганской мужем. А ведь Киевская судебная палата отказалась признать действительным завещание, столь выгодное для вдовы. Ганская подала апелляцию в Сенат, а через него и самому императору. Совсем растерявшись и зная, что она может рассчитывать только на поддержку своего брата, генерала Адама Ржевузского, который состоял адъютантом царя и жил при дворе, она решилась поехать в Санкт-Петербург и защищать там свои права. Бальзак одобрил в письме это путешествие. «Поезжайте в Санкт-Петербург. Направьте весь свой ум и все усилия на то, чтобы выиграть процесс. Употребите все средства, постарайтесь увидеться с императором. Воспользуйтесь, если это возможно, влиянием вашего брата и вашей невестки. Все, что вы мне написали по этому поводу, весьма разумно. Что касается его самого, то он готов ее поддержать. Я стану русским, если вы не возражаете против этого, и приеду просить у царя необходимое разрешение на наш брак. Это не так уж глупо. Стать русским? Почему французскому писателю, французскому до мозга костей, пришла в голову эта новая и странная химера? Во Франции он только что потерпел серьезнейшую неудачу. Уже два года он лелеял надежду быстро составить себе состояние с помощью театра. Гего любезно перечислил ему с вкратчивостью старика Гранде и уверенностью чиновника казначейства финансовое преимущество драматургии. Бальзак слушал с жадностью. Он представил в театр Одеон комедию в испанском духе, полную больших достоинств. Надежды Кенолы. В ней были показаны страдания Альфонсо Фонтанареса, испанца, который задолго до Фултона изобрел пароход, и хитрости его лакея Кенолы, некоего подобия Фигаро. Бальзак прочел пьесу актером, вернее, превосходно прочел четыре первых акта. Затем он сказал будущим ее исполнителям, что пятый акт еще не написал, но он сейчас его расскажет. Импровизация не удалась, усталый автор спотыкался. Лишь только он кончил, Мари Дорваль, до которой он рассчитывал, заявила, что не видит тут роли для себя. Бальзак Мари Дорваль Когда я написал вам об условиях, которые я вырвал у товарищества второго театра, моя дорогая Фаустина, Нерль сказал мне несколько слов, из-за которых я и пишу вам. Примечание Фаустина Бранко-Дори, героини пьесы Надежды Кенолы, роль которой Бальзак предназначал для Мари Дорваль. Жан Тусен Мерль, муж Мари Дорваль У товарищества второго театра, то есть театра Одеон, получившего в 1819 году название «Второй французский театр». Я полагаю, заявил Нерль, что госпожа Дорваль не даст согласия, пока не прочтет всю роль. Следовательно, окончательное решение должно быть отложено до вашего возвращения, то есть на 10 дней. Если у вас нет такого доверия ко мне, как у меня к вам, откладывать бесполезно, потому что в Одеоне ждать не могут. Итак, я прошу вас написать мне, что вы принимаете мои условия и что в случае успеха вы непременно будете играть роль Фаустины до тех пор, пока длится этот успех. Будьте верны мне, если бы речь шла о вашем сердце, я не позволил бы себе сказать такую глупость, но ведь речь идет о вашем таланте. В общем, вы получите в случае успеха около 10 тысяч франков, если будем иметь в среднем сбор в 2500 франков в течение ста представлений. А если мы провалимся, вы вернетесь к голландцам, о которых Нерль говорил мне. Дело это больше не может висеть в воздухе, поэтому жду от вас записки. Напишите мне на улицу Ришелье, 112. Вы сказали мне, я пойду с вами повсюду, куда вы пойдете. И я рассчитывал на ваше слово, не какой-нибудь светской дамы, а цыганки. И вы сами видите, что я добился для вас превосходных условий. Шлю тысячу поклонов. Несмотря на неудачную читку пьесы, несмотря на измену Мари Дорваль, Лире, директор Одеона, принял драму к постановке. Расхвалил ее. Говорил о Кальдероне, о Лопаде Вега и заявил, что тотчас же начнутся репетиции. Бальзак выставил свои требования, они оказались необычайными. Отказаться от наемных клокеров. Все места на три первых представления предоставить в его распоряжении. Он сам их продаст. Гозлан так описывает этот разговор. В партере пусть сидят только кавалеры Ордена Святого Людовика. В креслах только пэры Франции. Посланники в литерных ложах. Депутаты и крупные чиновники в Бенуаре. А в Делитаже? Видные финансисты. А в третьем ярусе? Богатая избранная буржуазия. Ну а журналиста вы куда посадите? Пусть платят за свои места, если билеты останутся. Но билетов не останется. Между журналистами и Бальзаком со времени утраченных иллюзий шла беспощадная война. «Они хотят снять с меня скальп», — говорил Бальзак. «А я хочу пить вино из их черепов». Премьера пьесы рисовалась в его воображении как сцена из романа. Ослепительный зал, какого Париж еще не видел, триумф сценический, светский, денежный успех. Он не только сам распродавал билеты, но и бесцеремонно спекулировал ими. «Если кто-нибудь приходил купить ложу в бенуаре, — пишет Гозлан, — он отвечал сквозь решетчатое окошечко, — слишком поздно, слишком поздно, — последнюю ложу продали княгине Аугустино Аугустини Моденской. «Но, господин Бальзак, мы готовы заплатить бешеную цену. Да хотя бы и бешеную, все равно ложу в бенуаре вы не получите. Все распроданы». И покупатель удалялся, не получив ложи. В первые дни продажи билетов эта игра удавалась. Платили очень дорого за места, достававшиеся с большим трудом. Но затем горячка утихла. Все успокаивается в этом мире, помехи в приобретении билетов надоели, и в последние перед премьерой неделю Бальзак рад был отдавать билеты по номинальной цене, тогда как вначале мечтал распродать все по сказочным ценам, взвинченным его могучей фантазией. 19 марта 1842 года пьеса была наконец сыграна, но почти перед пустым залом. Рассерженные необычными маневрами парижане не пожаловали на спектакль. Немногие явившиеся зрители награждали пьесу лаем, свистом, ржанием. Это было крушение. Напрасно господин де Бальзак отдал избранной им публике за весьма высокую цену большую часть зала. Общим для всех чувством было возмущение и обида за литературу, оскорбленную одними самых видных писателей. Негодовал в своей рецензии и полит-люказ, но в действительности оскорблена была не литература, а сам рецензент. Бальзак в Ганской, 8 апреля 1842 года. Кинола стал предметом достопамятного сражения, подобного тому, какое происходило на представлении Эрнани. Примечание. 25 февраля 1830 года на премьере драмы Гюго Эрнани в комедии «Францесс» романтики, приверженцы Гюго, дали бой сторонникам классической трагедии. Споры доходили до рукопашной. Битва за Эрнани была выиграна романтиками. Семь спектаклей подряд пьесу освистывали от начала и до конца, не желая слушать ее. Нынче идет 17-е представление, и Адеон делает сбор. Сборы очень маленькие. Кинола не даст мне пяти тысяч. Все мои враги, а их на спектаклях было большинство, обрушились на меня. Все газеты, за исключением двух, принялись оскорблять меня и на все лады поносить пьесу. Положительный театр совсем ему не подходил. И, быть может, этот провал был уготован самим проведением. Бальзак вновь принялся за обычную свою работу, для того, чтобы жить, чтобы выполнять договоры, как говорил он, а в действительности потому, что для него создавать прекрасные романы было так же естественно, как и яблоне приносить яблоки. Словом, буду делать то, что делаю уже 15 лет. Погружусь в бездну труда и замыслов, которые имеют то преимущество, что всячески мучает человека, заставляет его забыть о всех прочих муках. Мне нужно в течение ближайшего месяца заработать пером 13 тысяч франков. Он не признается, что искусство приносит ему радость, напротив, изображает себя сущим каторжником. Творить, всегда творить, а ведь сам Бог и то творил только шесть дней, пишет он Ганнской. Он мечтает, и при том совершенно искренне, расстаться с этим существованием затравленного писателя и жить где-нибудь в тихом уголке в России или во Франции вместе со своей любимой, не слышать больше ни о кредиторах, ни о бездателях. Это подлинный крик отчаяния. На что Бальзак стал бы делать в тихом уголке? Все равно продолжал бы творить. Однако же темп работы был даже для него чересчур напряженным. Вчера я закончил путешествие на кукушке. Дописываю Альбера Ставарюса. От меня неистово требует крестьян, а Ла Пресс просит дать конец двух братьев, начало романа, напечатанного два года тому назад. Просто голову можно потерять. Примечание «Путешествие на кукушке» окончательное название «Первые шаги в жизни». Два брата впоследствии получило название «Жизнь холостяка». Но он не терял головы и не бросал начатую вещь незаконченной. Сюжет «Путешествие на кукушке. Первые шаги в жизни» ему подсказала сестра Лора, вернее, даже его племянницы Софи и Валентина Сюрвиль. Он всегда интересовался, как идут их занятия, просил показывать ему их школьные сочинения. Иногда он хвалил их и говорил тогда, что одобрение такого знаменитого человека, как он, должно вполне вознаградить обеих девочек за труды. А еще будет больше чести для них, если он обработает какую-нибудь тему их сочинений. Сюжет «Первых шагов в жизни» был взят из маленькой новеллы, написанной Лорой по рассказу дочерей. Под ней она опубликовала первоначальный его вариант. В рассказе говорится о молодых людях, пассажирах гильжанса, которые думают, что в дороге позволительно безнаказанно мистифицировать своих спутников. Не зная, что один из путешественников могущественный сановник, который может разбить все их будущее, они обращают его в мишень своих неосторожных шуточек. Первые шаги в жизни делает Оскар Юсон, хвастливый молокоцос. Он по глупости и тщеславия сразу губит свою карьеру. Черты Оскара были в юности и у Бальзака. Да они есть и во всяком юнце. Этому нравоучительному рассказу для школьников Бальзак придал глубину, расширил его и включил в число действующих лиц новые фигуры, судьбы которых нам известны. Графа де Серези, Пера Франции, Стряпчева де Роша, художника Жозефа Бридо. Тусклый анекдот Лоры приобрел вес, обогатился связями с прежними произведениями Бальзака. Кроме того, писатель ввел туда историю. Все эти жизни оказались спаяны друг с другом благодаря важным историческим событиям. Бальзаку сослужило большую службу то обстоятельство, что он родился в 1799 году. Его тесное знакомство с тремя политическими режимами не раз позволяло ему внезапно освещать словно лучом прожектора то будущее, то прошлое страны. Услуги, оказанные в трудные времена, оправдывают, как это прекрасно знал Бернар Франсуа Бальзак, поразительную снисходительность. Отец управителя Моро спас во время революции родовое имение графа Серези. Воспоминание об этом позволяет сыну Моро почти безнаказанно открадывать графа. Позднее Оскар Юсон примет участие в июльских баррикадных боях 1830 года, а в дальнейшем, воюя в Алжире, он лишится руки. Героя заставляет забыть о вгунишке. Романист привлек к своей игре музу истории Клио. Бальзак посвятил рассказ Лоре. Должен воздать честь блестящему и скромному уму той, которая дала мне сюжет этой сцены. Ее брат. В сущности, этот короткий рассказ имел ценность лишь как один из камней воздвигавшегося монумента. На его можно назвать любопытной, прекрасно отделанной капителью колонны. Вдобавок тут заключен кодекс бальзаковской морали — труд, честность, скромность. Оскар Юсон несколько поздно узнает, что в трех этих словах секрет всякого успеха. В работе Бальзак мог поспорить с кем угодно. На честность у него были свои особые взгляды. Скромностью природа его не наделила. Если в Оскаре Юсоне есть некоторые черты Бальзака юноши, часто делавшего промахи в доме Лоры Доберни, то Вальберри в Савариусе выведен на сцену Бальзак зрелых лет. Тут, так же, как и в Луиламберри, в Лилии Долины и в нескольких новеллах, вымысел тесно связан с личной жизнью автора. Зодче воздвигал свой храм, не имея иных законов, кроме законов искусства, но порой ему случалось оставить потомкам в дар свое изображение на одном из витражей. Право же, Альбер Савариус, это сам Бальзак, каким он был в 1842 году, с отчаянием взывавший тогда к чужестранке среди тысячи мук, пораженных вновь разгоревшимся сражением, сердце мое пронзило мысль, а что, если она устала? И от этой мысли мне стало больно, куда больнее, чем от всех камней, которые бросают в меня. В жизни моей есть иная, чудесная жизнь, но у меня нет иного наперстника, кроме листа бумаги. Нет наперстника? Это ошибка. Наперстник есть, и при том, самый покорный, создаваемый роман. А что, если она устала? Вот сюжет Альбера Савариуса. Некий гениальный и чистолюбивый человек после горьких разочарований поселяется в Безонсоне, замкнутом городе, который Бальзак, благодаря своему чудесному дару проникновения, разгадал за несколько часов, когда приезжал туда для покупки бумаги 24 сентября 1833 года. Портрет Савариуса — это облик самого автора в 43 года, каким он видел себя тогда. У него необычное лицо, черные, кое-где подернутые сединой волосы, как у святых Петра и Павла на картинах, не спадающие густыми блестящими прядями, но жесткие, точно конские. Шея белая и круглая, как у женщины, великолепный лоб, прорезанный той мощной складкой, какой оставляет на челе низаурядных людей грандиозные планы, великие мысли и глубокие размышления. Альбер любит, любит безумно знатную итальянку, герцогиню Аргайолло, урожденную княгиню Содерини. Чтобы создать любимое достойное положение, Альбер хочет добиться триумфа на политическом поприще. Он замечательный адвокат и завоевывает Бизонсон. Он понимает всю сложность обстановки в городе, получает поддержку со стороны главного викария, мудрого старика, другом которого он стал, и, несомненно, восторжествовал бы над соперниками, если б на свою беду не внушил чисто головную любовь молодой жительнице Бизонсона Розали де Ватвиль, заинтересованной тайнами загадочной жизни Альбера Савариса. Альбер даже не замечает ее. Розали отвергнута, и тогда эта злая и упрямая скрытная девица мстит ему, перехватывает его письма и подделывает его почерк, чтобы рассорить с ним итальянку, уже ставшую вдовой. Разгневанная красавица вдруг выходит замуж за герцога Деретаре. Савариус в отчаянии идет в монахи, постригается в монастыре Гранд Шартрес в царстве безмолвия. Он слишком устал, у него уже нет желаний, нет воли, он отрекается от всего и отдает себя в руки настоятеля. Беги, молчи, терпи. Бальзак любит рисовать внезапные крушения, когда человек вдруг губит всю свою жизнь. Сколько раз в минуту отчаяния он сам желал для себя такого конца. Роман о Савариусе это зашифрованное послание, адресованное Еве Ганской, его нетрудно расшифровать. Силы мои иссякают, если вы мне измените, я так или иначе погибну. В письмах к Эвелине Ганской он не скрывает своего духовного родства с героем этого романа. Начало любви разыгрывается в Швейцарии. Автор чтит дорогие ему воспоминания. любовники встречаются в Женеве. Но я не хочу, чтобы княгиня Гандольфи не останавливалась в доме Миробо. На свете найдутся люди, которые вменили бы нам это в преступление, пишет он Ганской. Еще менее возможно поселить ее у Диодати. Это было бы слишком прозрачно, а ведь до сих пор стоит ему услышать эти четыре слога Диодати, у него сильно колотится сердце. Так же, как у Бальзака, у Савариса всегда перед глазами портрет его чужестранки и вид, где изображен ее замок. Жестокую девицу Деватвиль, разлучившую любовников, зовут Розали, как и роковую тетушку Ржевузскую. Все в этой книге помогает заклятиям, которыми автор отгоняет от себя черных дьяволов. В романе есть и второй план, и Бальзак обратил на него внимание Ганской. Я намереваюсь дать в первом томе человеческой комедии важный урок для мужчин, не примешивая к нему урока для женщин. Я собираюсь также показать, как, придавая сначала слишком большое значение жизни в обществе, утомляя в ней и уме сердце, люди, в конце концов, приходят к отказу от того, что им казалось некогда смыслом жизни. То будет Луи-Ламбер, однако в другой оболочке. Наставление годится не только для Альбера Савариуса, но и для Бальзака, ведь он и сам иной раз скорит себя за то, что намечает слишком обширную программу жизни. Зачем желать всего? Моих сил и способностей хватит лишь на то, чтобы быть счастливым. Если мне не удастся возложить на голову венок из роз, то я перестану существовать, достигнуть цели, умирая, как античный гонец. Не быть в силах наслаждаться, когда право быть счастливым наконец приобретено. Это было уделом уже стольких людей. Так говорит Альбер Савариус, и человек, создавший этот роман, вторит ему, боюсь, что я буду совсем опустошен, когда ко мне придет счастье. Это предупреждение чужестранки, но она, по-видимому, не поняла ни наставления, ни романа. Удивляясь, что вам не понравился Альбер Савариус, печально говорит в письме Бальзак. Правда, Эвелина Ганская могла угадать в княгине Гандольфини некоторые черты графини Гидобони, правда, также, что муж Эмилио Гандольфини носит то же имя, что и графа Гидобони. По этой ли причине, или по другой, но она раскритиковала книгу, столь дорогую автору. Она говорила, что это мужской роман. В этом она не ошиблась. Это действительно было произведение встревоженного, зодчего, подсчитавшего, что он выполнил лишь половину обширнейшего строительства, человека, знающего, как ему еще много надо сделать, чтобы закончить свои дворцы. Человека, который видит, что каждый день уносит частицу его личной жизни, сокращает самую жизнь человека, который чувствует, как у него в жилетном кармане все больше сжимается лоскуток шагреневой кожи. Творца, который мечтает отбросить свои сверхчеловеческие планы, отдохнуть, наконец, после тяжких трудов близ любовницы исполненной материнской заботы о нем и боится, что если эта надежда будет отнята, у него уже не хватит больше силы жить. Встреча в Санкт-Петербурге Надежда — это память и желание. Бальзар У каждого в жизни бывает полоса ожидания. Человек ждет какого-нибудь события, решения. Жизнь продолжается, счастье жизни где-то в воздухе. Со времени смерти Венцислава Гамского Бальзак был воплощенным ожиданием. Я теперь очень не доверяю жизни и боюсь, что со мной должно что-то случиться, тревожно писал он в своей Еве. Эта северная любовь, которая тлела несколько лет, вдруг разгорелась под ветром надежды. Но неистовый труд изнурил Бальзака. У меня непрестанно подергиваются веки, я очень беспокоюсь, так как вижу в этом признак какого-то надвигающегося нервного заболевания, писал он Ганской. Доктор Накар, сторонник натуральных методов лечения, еще раз уложил своего пациента в постель на две недели. Подумайте, лежать две недели, ничего не делая, и это мне, когда я полон жажды деятельности, приходится утешаться мыслями о нас с вами, строить планы, проекты, раскидывать карты, как говорят гадалки. лёжа в постели, он в лихорадочном состоянии пытался вообразить прекрасное будущее, его стряпчий и подставной покупатель сохранять для него жарди. Он все устроит там для Евы. Немного времени, терпения, денег, и получится очаровательный уединенный уголок, а кроме того, дом в самом Париже. 24 тысячи франков дохода по государственной ренте. Вот прекраснейшая в мире жизнь, так как я буду получать 15 тысяч в академии. К тому же, моё перо, если я даже стану работать только 6 часов в день, всегда будет приносить мне 20 тысяч франков в год в течение еще 10 лет, и это позволит мне скопить кое-что. Строитель счастья в царстве миражей. Стряпчий Гаво не только ничего не делал, чтобы спасти Жорди, а добивался разрешения продать его, и на этот раз бесповоротно. Это сущий разор, говорит он, и обязуется найти мне что-нибудь получше за те деньги, которые выручит от продажи. Гаво искренне любит меня. Он оберегает моё самолюбие куда больше, чем я сам, но он ужаснейший капуша. Ему очень хотелось бы заплатить кое-какие вопиющие долги, и я плачу эти страшные долги из тех денег, которые хотел оставить себе на жизнь, а ведь, чтобы заработать денег, надо творить, всегда творить. Я уже начинаю бояться, как бы не утратить обычной своей работоспособности. Но этого он напрасно страшился, несмотря на разочарование и болезни, продукция его была все так же обильной, достойной его таланта. Повесть «Онорино», которую, по его словам, он написал в три дня, он любил так пококетничать, оказалась новеллой, чистой потоной, вместе с тем смелой по сюжету, такой же изящной, такой же очаровательной, как покинутая женщина и дочь Евы. «Онорино» оставила мужа, благороднейшего из мужей графа Октава де Бован, ради недостойного любовника, который тотчас же ее бросил. Она живет одиноко, пытаясь зарабатывать на жизнь ремеслом цветочницы, хотя муж только о том и мечтает, чтобы она вернулась к нему. Но у нее физическое отвращение к мужу, и она предпочитает трудную одинокую в жизни положению царицы светского общества, которое обрекло бы ее терпеть ласки ненавистного человека. Он издали опекает ее и тайком ей помогает, по дорогой цене скупая через магазин искусственные цветы, которые она делает. В анализе любви Октава к непокорной биглянке Онорини сквозят страхи Бальзака, который жаждет близости с Евой Ганской и не знает, вернется ли она когда-нибудь. Он описывает ей через посредство октава свою мучительную ночь. Разве вы можете видеть, как я усмиряю самые жестокие приступы отчаяния, любуясь миниатюрой, на которой мой взгляд узнает овал ее лица, мысленно целую ее лоб, ее улыбающиеся уста, впиваю аромат ее белой кожи. Я смотрю, вглядываюсь, и мне кажется, я ощущаю и могу погладить шелковистые локоны ее черных волос. Разве вы знаете, как я трепещу от надежды, как ломаю руки от отчаяния, как брожу по грязным парижским улицам, чтобы хоть усталостью укоротить свое нетерпение? Иногда по ночам я боюсь сойти с ума. Меня ужасают внезапные переходы от вспышек слабой надежды, рвущейся ввысь к полному отчаянию, низвергающему меня в такие бездны, глубже которых не найти. За три дня до прибытия Марии Луизы Наполеон в Компьене в нетерпении катался по брачному ложу. Все великие страсти на один лад «В любви я поэт и император». Рассказ написан проникновенно. Однако Бальзак сомневался в успехе. Тонарина сама по себе хороша, беспокоит только сдержанность стиля. Пока она беспокоит лишь меня одного, есть люди, которые находят, что это великолепно, но, может быть, это у Бога делится он с Ганской своими опасениями? Не удивительно, что Бальзак сомневается в себе, ведь на него так яростно нападают. Критики плохо приняли Альбера Савариса. Слог тяжелый, неповоротливый, от него отдает усталостью. Появился новый бог романа Фильетона «Эжен-Сю». Вся Франция ждет продолжения парижских тайн. В журнале «Ревю Де Де Монт» критик заявил, что автор Луи Ламбера и Евгения Гранде «пережил себя». Ведь это было несправедливо до нелепости. Неужели можно сказать о писателе, что он «пережил себя», когда его ум почти одновременно вынашивает столько произведений, конец утраченных иллюзий, провинциальная муза, эстер или торпиль, изнанка современной истории, и все это создается отрывками наспех, потому что журнал «Мюзе де Фомей» или какая-нибудь газета требовали немедленно представить рукопись, а Бальзаку нужно было в это время мчаться в ланьи, читать и перечитывать в провинциальной типографии корректуру человеческой комедии по 200 часов в месяц. Ведь как ни был задерган Бальзак, а он по 10, по 11 раз выправлял текст своих произведений, чего не делали ни Дюма, ни Женсю. Он жил тогда словно каменщик, которому пришлось бы строить 4-5 домов сразу, или как шахматист, играющий 10 партий одновременно, и все их выиграющий. Он с легкостью принимается за роман, прерванный несколько лет назад. Так, например, провинциальная муза долго доходила на слабом огне невидимого очага Бальзака. В 1832 году был задуман рассказ «Большая Бретеж». В 1837 году в сценах провинциальной жизни мы находим новеллу «Большая Бретеж» или «Три мести», где говорится о живущей в Сан-Сере добродетельной и несчастной супруге карлика, которую любит королевский прокурор и которой два парижанина доктор Бьяншон и журналист Лусто, желая напугать красавицу, рассказывают три ужасных случая мести обманутых мужей. Тут был использован, хотя и не полностью, бурный поток доверительных сообщений Каролины Марбути. Но вместо лиможа, фигурирующего в провинциальной музе, Бальзака писал здесь Сан-Сер, маленький городок, который он знал по рассказам своего друга доктора Эмиля Реньо. В 1843 году ему пришла мысль по-своему перевернуть роман Денджамина Констана «Адольф» и показать такую же драму, но с точки зрения женщины. И тогда он опять извлекает из склада своих аксессуаров Каролину Марбути и превращает ее при помощи примесей и переделок в провинциальную музу. Героиня романа Дина Пьедефер, принадлежащая, как и Каролина Марбути, к протестантской семье, выдана была родителями замуж за богатого и похожего на насекомое уродца Лаборде. У нее, так же, как у Каролины Марбути, литературный салон, где она читает свои стихи местной знати, своим восторженным поклонникам или завистливым соперницам. Так же, как и Каролина Марбути, Дина Пьедефер, хотя за ней очень ухаживали, долго оставалась верна своему карлику. Однажды в Сансер приезжает, как приехал в дом Марбути доктор Дюпюй Трен, в связи с предстающими парламентскими выборами, два уроженца Сансера, ставшие в Париже знаменитостями, доктор Ораз Бианшон и фельетонист Этьен Лусто, лентяй и хвастливый болтун. Дина, ослепленная краснобайством Лусто, становится его любовницей и после его отъезда узнает, что беременна. «Характери Дины есть черты женского донкиходства, что и определяет ее судьбу», пишет Бардеш. «Она потеряла десять лет жизни, разыгрывая роль странствующего рыцаря в сфере интеллектуальной. И такую же ошибку она совершает в любви. Она ринулась в Париж, решив жить там с Лусто, и тут роман становится жестоким. Женщина большой души натолкнулась на человека недостойного, который, призвав на помощь шайку лореток и таких же, как он, шалопаев, приятелей, разыгрывает фарсовую сцену, чтобы избавиться от любовницы. Дина, благородное создание, верит всему, ничего не понимает и отвечает на издевательство чудесной преданностью. Но через шесть лет, когда перед ней открывается вся подлость ее любовника, она отказывается играть роль Элеоноры из романа «Адольф», который внимательно прочла. Вместо того, чтобы стонать и плакать, она возвращается к своему насекомообразному мужу, и тот принимает ее вместе с двумя сыновьями от Лусто. Эта книга, полная горького и сильного чувства, показывала, что весьма характерна для Бальзака неизбежное вырождение всякой любви, не считающейся с законами общества. Примечание. «Адольф» психологический роман 1816 год Бенджамина Констана Элеонора, стремясь сохранить любовь Адольфа, очень терпимо к его поступкам и многое ему прощает. Каролина Марбутья возмущалась провинциальной музой и со страхом ждала, какую реакцию роман вызовет в Лимуже. Там, пожалуй, заподозрят, что и она, Каролина, тайком произвела на свет незаконорожденных детей. Чего доброго, ее девочки прословут дочерьми Жюля Сандо, да еще ее обижавшую из дому музу обвинят в том, что она содержит на мужнины деньги какого-то второстепенного писателя. Но ее опасения не оправдались. В Лимуже мало кто читал книги. Каролине следовало бы восхититься характером Дидины, как ее называл Лусто, ибо эта мужественная женщина, преодолев горькую неудачу, остается госпожой положения, и даже после разрыва великодушно приходит на помощь Лусто, который остается для нее человеком, открывшим ей жгучее пламя желания. Но нет, Каролина Марбути сочла нужным написать под псевдонимом Клэр Брюн роман в свою защиту, назвав его ложное положение. Там она нарисовала себя в двух видах, сначала тоскующей провинциалкой, не нашедшей счастья в замужестве, а потом оторвавшись от своего буржуазного круга парижанкой. Героиня романа Камилла, под именем которой Каролина Марбути живописала себя, избранная натура. В Париже эта провинциалка проникает в литературный мир, и там знакомится с Ульриком, двойником Бальзака, которого сочинительница не щадит в своем произведении. Выдающийся, но грубый и до того опьяненный своим поздно пришедшим успехом, что он уже и не знал, как вести это бремя, он тешил себя мечтами, планами и надеждами, которые стали гигантскими так же, как и его самомнение. Тщеславие в конце концов сделало Ульрика смешным маньяком, порождало у него надуманные потребности. Как человек гениальный, Ульрик шел в ногу со своим веком. Он все оценивал на вес золота, определял с помощью золота, во всем исходил и значение золота. Но он простодушно признавался в этом, оттого у него было много врагов. Из-за романа «Ложное положение», опубликованного в 1844 году, Каролина Марбутти лишилась дружбы всех, кто узнавал себя в ее злобной книге и воспринимал ее выпады как оскорбления. Она больше уж никогда не виделась с Бальзаком. Он даже снял свое посвящение ей рассказы Гренадьера. Но к благородной дедине героине провинциальной музы читатели до сих пор хранят уважение. Портрет оказался бесконечно выше натуры. Никогда еще Бальзак не проявлял такого мастерства. А все же недовольство и глубокая усталость закрались в его душу. Когда-то он писал Ганской «Мои произведения вот великие события моей жизни». Теперь происходит странный поворот. Уже не вся его жизнь посвящена литературному творчеству. Ею завладели, твердит он чужестранке сердце, потребность встретить чувства столь же горячие, как у него воспоминания о блаженных минутах. Я вновь вижу перед собой тропинку на вилле Диодате или камешке на аллее у дома Миробо, по которой мы прогуливались. Мне вспоминается какая-нибудь особая интонация голоса, пожатие руки, когда мы рассматривали гравюры, и многое-многое другое, отчего я сейчас бледнею. И вдруг взрыв долго сдерживаемой любви. Боже мой, когда-нибудь, дорогая, вы узнаете мою детскую правдивую искреннюю натуру, мою неисчерпаемую нежность, постоянную сердечную мою привязанность, и убедитесь, что я до конца дней своих буду цепляться за вашу юбку. Знаете ли вы, чего я боюсь? Мне страшно наскучить вам, услышать «убирайся», как говорит хозяин собаки, которая всегда ложится у его ног. Он часами вдыхает аромат духов, исходящий от писем Евы. Он работает только для нее. Единая вера. Он умел убедить других во многом, а самого себя, в чем угодно, и поэтому твердо был уверен, что с 1832 года у него была лишь одна вера, одна любовь и одна надежда. Кто, кроме Евы, его любил? Если бы вы знали, пишет он ей, «Что представляет собою моя мать? Это чудовище и сущие уродства. Сейчас она убивает мою сестру после того, как убила мою бедную Лоранцу и мою бабушку». Я едва не порвал всякие отношения с матерью. Это было просто необходимо. Но я предпочел страдать. Эту раны ничто не может исцелить. Мы думали, что наша мать сошла с ума. Посоветовались с врачом, с которым она дружит уже 33 года, и он ответил нам, «Увы, она не сумасшедшая, она злая. В этих яростных обвинениях есть доля правды, большая доля неблагодарности и неутолимая потребность жаловаться. У меня не было ни матери, ни детства». Он забыл веселые дни жизни Вильпаризи, шутки небесного семейства и преданность бедной старухи. Госпожа Деберни? Да, она заменила ему мать, она его сформировала, но разве могла она дать ему то, о чем он мечтает, любовь молодой и прекрасной женщины? Графиня Гидобони Висконти? Версаль? Живите спокойно, не тревожьтесь, Версаль уже давно и навсегда проклят, неблагодарности легкомыслие, вот история Версаля. Людовику XIV пришла фантазия избрать своей резиденции Версаль, место холодное и бездушное. Эти несправедливые слова имели единственной своей цели успокоить ревность Эвелины Ганской. На деле же Бальзак продолжал подписываться Бали под своими ласковыми письмами графине Висконти и даже в качестве высшего доказательства дружбы все еще занимал у нее деньги. Но с любовью к англичанке покончено, торжественно заверил он Ганскую. Каролина Марбути Он ее неизменно отталкивал, когда она пыталась увидеться с ним. Господин де Бальзак не забыл прелести госпожи Марбути, но госпожа Марбути, вероятно, позабыла условия существования несчастных писателей, участь которых писать для того, чтобы жить. Писал он Каролине Нет, никто в мире для него не существует кроме этого ангела, его дорогой милочки, его светозарного цветка. Он называл Эвелину Ганскую госпожа скромница, потому что она не желала ни славы, ни известности. Но он все-таки заставит ее разделить с ним его славу и почести. Ведь его наверняка выберут во французскую академию. Он виделся в библиотеке Арсенала с Шарлем Нодье весьма влиятельным академиком. И тот сказал ему «Дорогой Бальзак, в Академии за вас большинство, но Академия охотно примет какого-нибудь политического злодея, который в анналах истории будет пригвожден к позорному столбу. Академия выберет даже мошенника, сумевшего благодаря огромному своему богатству увернуться отсюда присяжных. Но она падает в обморок при мысли о неоплаченном векселе, из-за коего должника могут посадить в тюрьму клиши. Она безжалостно, бессердечно по отношению к гениальному человеку, если он беден или дела его идут плохо. Итак, постарайтесь приобрести положение путем женитьбы или докажите, что у вас нет никаких долгов, или купите собственный дом, и вы будете избраны. А ведь как только меня выберут, я буду назначен членом комиссии по составлению словаря. Эта должность несменяемая с окладом 6000 франков, да еще я буду получать как академик 2000 франков и, несомненно, буду назначен в академию надписей и изящной словесности и стану постоянным секретарем. По своему обыкновению он переводил глаголы из будущего времени в настоящее. Итак, у меня помимо правительственной деятельности несколько несменяемых, ни от кого не зависящих должностей на 14000 франков. Выигрывайте же свой процесс. Вы выиграете и мой. Чужихстранка со своей стороны слала ему доверительные письма, полные жалоб одинокой женщины, удрученной сложными хлопотами. «Три года ожидания это смерть», писала она, и это казалось многообещающим. «Не бойтесь», отвечал ей Онере, «ручаюсь за будущее, ничто не заставит меня измениться, да и вас также. Ну и вот, положимся на милость Божию». Впрочем, два этих раненых голубка весело влачили вдали от друг от друга подшипленные крылышки. Бальзак, весьма довольный обедову герцогини Декастри с Виктором Гюго и Гозланом, радуясь пиршеству с участием тонких умов, госпожа Ганская в Санкт-Петербурге принимала ухаживание господина Балка, любезного, оригинального и образованного старика. Этот перезрелый Адонис возымел некоторой надеждой и даже мечтал о браке. Госпожа Ганская ласково успокоила его, дав ему почувствовать, что союз их невозможен и постаралась привести его к Богу. Балк признался, что всякий раз, как ему выпадает счастье провести близ нее несколько минут, он становится лучше, набожнее. Ловкая тактика, которую применял в опасных связях в Альмон, осаждая благочестивых дам, госпожа Ганская указала ему путь к мистицизму и рассказала всю историю Бальзаку. Он испугался. «Боже мой, не смею сказать вам, как я страдаю из-за того, что вы дарите кому-то счастье, даже этому бедному старику, который вам пишет». С поразительной неосторожностью писатель, который так хорошо знал и мужчин, и женщин, и всякие неожиданности в любви, совершил безрассудный поступок. Написал листу, выезжавшему в Санкт-Петербург, где этот знаменитый виртуоз должен был дать концерт, рекомендательное письмо к своей возлюбленной. «Дорогой Франц, если хотите оказать мне дружескую услугу, проведите вечер у той особы, которой передадите от моего имени эту записку. Сыграйте что-нибудь для маленького ангела мадмазель Анны Ганской, которую вы, конечно, очаруете». Вся Европа знала, какую власть над женскими сердцами давали листу его гениальное дарование, его красота и рассказы о его победах. Госпожа Ганская, которая вела дневник, признается в нем, что визит прославленного музыканта взволновал ее. Она присутствовала вместе с дочерью на первом концерте и была опьянена. Лист несколько раз навещал ее, а перед отъездом в Москву простился с нею так проникновенно, что она растрогалась. Повинуясь пылкому темпераменту, свойственному ржевузским, толкавшему их на риск, верное своему культу знаменитости и стремлению проповедовать, она написала листу письмо. Переписка с ним могла бы завести ее далеко, но этот музыкант и Дон Жуан вернулся из Москвы по уши, влюбленный в некую молодую женщину, совершившую там ради него множество безумств. раздосадованная госпожа Ганская напомнила ему уроки прошлого, заговорила о его бегстве с Мари-Дагу и их разрыве. «Не беспокойтесь», важно ответил лист, «я стал рассудительнее, если мне вздумается похитить чью-нибудь жену, то я прихвачу с ней и мужа». Лист готов был сочетать свое московское приключение с петербургской интрижкой. Он принялся настойчиво ухаживать за Эвелиной, и она почувствовала, что не очень уверена в себе. В дневнике она писала «Лист среднего роста, у него прямой нос красивого рисунка, но лучше всего у него рот, в нежных его очертаниях есть что-то удивительно милое, я бы сказала, даже ангельское. Он натура необыкновенная, и мне интересно изучать его. В нем много возвышенного, но есть у него и черты достойные сожаления, ведь человеческая душа отражение природы во всем ее величии, но, увы, и в ужасах ее. Ему доступны возвышенные порывы, но тут же его подстерегают пропасти черной бездны, и впереди у него еще не одно крушение, в которое он вовлечет и других. В общении с листом есть весьма опасная сторона. Он украшает то, что достойно осуждения, и когда он ведет речи, по сути своей, ужасающие, безнравственные, люди невольно улыбаются и думают, что такой гениальный художник имеет право совершать безрассудство, его извиняют, ему даже рукоплещут, любят его. Очень скоро эти жеманные любезности сменились настоящим любовным поединком. Его старалась держать листа на почтительном расстоянии, он упрекал ее в чопорности. Когда настало время уезжать из России, он пришел проститься. Он взял мою руку, поцеловал ее и долго не выпускал. Я тихонько приняла руку, сказав ему, поверьте мне, лист, лучше вам больше не приходить, пусть это будет наша последняя встреча. Поведение весьма благоразумное, но Бальзак все же пришел в ужас, и теперь уж, если говорил своей любимой о листе, да только как о бедном листе, которому госпожа Дагу после десятилетней связи и рождения троих детей предпочла Эмиля де-Жерардена. Будь осторожна в письме к листу, если будешь писать ему. Ты представить себе не можешь, как он упал во мнении общества. Великий следователь любви порой проявлял поразительную наивность. Ничто так не привязывает, как ревность. Более чем когда-либо Бальзаку хотелось поехать в Санкт-Петербург, прежде всего для того, чтобы увидеться со своей Евой, которую он опять страстно желал, зная, что теперь она свободна и доступна для него. А кроме того, он собирался помочь ей выиграть судебный процесс. Бальзак знал, что он знаменит в России, считал себя хорошим адвокатом и вообразил, будто его ходатайство перед царем может иметь решающее значение. Эвелина Ганская совсем не желала, чтобы он хлопотал по ее делу. Сидите себе спокойно, никуда не ездите и предоставьте все делать мне самой. Ганская гораздо больше полька, чем русская, отнюдь не была в восторге от тирании императора и в тайном своем дневнике писала об уклончивом взгляде раба. В понедельник 16 мая 1843 года Бальзаку исполнилось 44 года. Он писал Ганской «О, пресвятой Онаре, ты, коему посвящена в Париже на редкость безобразная улица, охраняй меня как можно лучше в нынешнем году. Постарайся, чтобы не взорвался корабль. Сделай так, чтобы пред лицом мэра или французского консула я распростился со званием холостяка, ибо ты знаешь, что в душе я женат вот скоро уже 11 лет». Он крайне нуждался в опеке своего небесного покровителя. Чрезмерная работа убивала его. Ему приходилось ездить в ланьи, жить там на билуаке в типографии, спать на походной койке, потом перед поездкой в Россию срочно выполнять свои договора с издательствами и зарабатывать деньги на дорогу. Я пью теперь только по три чашки черного кофе в день, но колики в желудке все продолжаются, и жилы набухают, и цвет лица стал землистым. А как же я хорошо отдохну, как буду ходить дурак дураком, ни о чем не думая, превращусь в петербургского кокни, и ровно ничего не буду делать четыре блаженных месяца. Июль, август, сентябрь и октябрь. Четыре месяца без газет, без книг, без корректурных оттисков, словом, никаких трудов, кроме тех, которые вы мне приберегли. Но я хотел бы пожить тихонько, поменьше видеть людей, быть где-нибудь возле вас, не ведать беспокойств и существовать как устрица. В июне 1843 года он закончил третью часть утраченных иллюзий страдания изобретателя. Мне надо показать великолепный контраст между жизнью Давида Сэшара в провинции с его женой Евой Шардон и существованием Люсьена, который в это время совершал в Париже ошибку за ошибкой. Тут несчастье, постигшее добродетельных людей, противопоставлены несчастьем порока. Работа необыкновенно трудная. Бальзак надеялся заинтересовать читателя судебным поединком между Давидом Сэшаром, изобретателем нового способа изготовления бумаги, и ретроградами братьями Коэнте, богатыми типографами. Писатель не был уверен, что ему это удалось. Красота чистых душ, воплощенная в двух провинциалах, блюднела перед картиной Парижа, нарисованной во второй части книги. Недаром Бальзак 15-16 раз выправлял корректурные оттиски третьей части романа Давид Сэшар, позднее названной «Ева и Давид», а в окончательном варианте получивший название «Страдание изобретателя». Продолжение Торпиль было картиной ужасающей, фигура влюбленного Нусингена, обезумевшего от страсти обманутого старика. Но ведь нужно было показать подлинный Париж, и к тому же, как всегда, у Бальзака ужасное имело свои комические стороны. Смешное ухаживание тучного банкира, который глотает возбуждающие средства и млеет перед Эстер, и черты возвышенные внезапное пробужение у старика Нусингена юношеских иллюзий. Любовь тогда, как позабытое зернышко, пустила ростки, из которых солнце исторгает поздние великолепные цветы. Бальзак даже не мог теперь жаловаться на усталость. Я превратился в машину для выделки фраз и как будто стал железным. Наборщики в этом проклятом ланьи едва были живы после правок Бальзак, но автор держался твердо, и к июлю все было закончено. Однако две газеты, опубликовавшие фельдетонами, одна Давида Сэшара, а другая Торпиль, были на краю банкротства, и Бальзак рисковал не получить гонорара, жить своим пером, это чудовищный и просто безумный замысел, жаловался чужестранке Бальзак. Наконец, благодаря заботливому вмешательству стряпчего Гаво, он добыл деньги на поездку. Пришлось идти в русское посольство просить визу. Его принял секретарь посольства Виктор Балабин. Вот что записано в дневнике Балабина. «Пригласите сюда», сказал я служителю. Тотчас передо мной предстал низенький толстый жирный человек по лицу пекарь, грацией сапожник, шириной в плечах бочар, манерами приказчик, одет как трактирщик. Не угодно ли? У него ни гроша, и поэтому он едет в Россию, он едет в Россию, значит, у него ни гроша. Сент-Дефф всегда несправедливый, когда речь шла о Бальзаке, писал Жюсту Оливье. Бальзак разорился и больше, чем разорился. Он уехал в Санкт-Петербург, сообщив через газеты, что едет туда только для поправления здоровья и решил ничего не писать о России. Гостеприимством этой страны столько раз злоупотребляли, что он, вероятно, рассчитывает с помощью такого обещания добиться благосклонного приема и маленьких милостей со стороны повелителя. Но разве кто-нибудь верит теперь обещаниям этого романиста? Русский, поверенный в делах в Париже, Киселев информировал свое правительство. Так как этот писатель всегда в крайности, а сейчас нуждается еще больше, чем обычно, то весьма возможно, что целью его поездки является какая-нибудь литературная спекуляция. В таком случае, может быть, стоило бы пойти навстречу денежным затруднениям господина де Бальзака, чтобы прибегнуть к перу этого писателя, который еще пользуется здесь, да и во всей Европе, популярностью, и предложить ему написать опровержение клеветнической книги господина де Кюстина. Примечание, речь идет о памфлете графа де Кюстина «Россия» в 1839 году. Но это был лишь совет Киселева, никто не приступал к Бальзаку с таким предложением. Он приехал в Санкт-Петербург 17-29 июля 1843 года. В тетради, где Ева вела дневник, он записал. Я приехал 17-го июля по польскому стилю и около полудня уже имел счастье видеть и приветствовать свою дорогую графиню Еву в доме Кутайсова на Большой Миллионной, где она живет. Я не видел ее со времени свидания в Вене, но нашел, что она так же прелестна и молода, как тогда. Семь лет разлуки она провела в своей пустыне среди хлебов, а я в обширной парижской пустыне среди чужих людей. Она приняла меня как старого друга, и я вижу, какими были несчастными, холодными, унылыми все эти часы, которые я провел вдали от нее. С 1833 по 1843 год протекло десять лет, в течение которых мои чувства к ней, вопреки общему закону, возросли от всех горести разлуки и перенесенных разочарований. Нельзя изменить ни свое прошлое, ни свои привязанности. Для приличия он помещался не в доме Кутайсова, где жила его любимая, а в доме Титрова. Ему там плохо спалось из-за клопов. Что за важность! Он вновь встретился со своей Евой, наконец готовой любить его без всяких оговорок. Вернулись счастливые дни, пережитые в Женеве и в Вене, даже более счастливые, так как само положение ганской овдовевшей свободной женщины благоприятствовало интимной и пламенной близости. Судебный процесс, казалось, шел хорошо, и теперь она уже не трепетала за свои земельные владения. Записки, которые приносили от Бальзака в дом Кутайсова, исполнены нежности и свидетельствуют о его счастье. Дорогая кисонька, обожаемый мой волчишка, волчок тысячу раз целует свою волчишку, буду у тебя через час. Близость любимой так бодрит его, что сейчас он мог бы писать и не подхлестывая себя крепким кофе. Он приходил к Ганской каждодневно около полудня. Никто на свете его больше не интересовал. Однако знаменитый французский писатель вызывал любопытство. Княгиня Разумовская написала Эвелине из Петергофа, что узнала от императора о приезде человека, который лучше всех понял и обрисовал женское сердце. Другая знакомая задавалась в письме вопросом, сумеет ли у нас оценить и принять знаменитого писателя, дай Бог, чтобы он вынес благоприятное мнение о России. Все дамы умоляли Ганской привести к ним ее великого человека. Граф Бенкендорф распорядился пригласить его на парад в Красное Село. Там он видел царя в пяти шагах от себя. Все, что говорят и пишут о красоте императора, правда. Во всей Европе не сыщешь мужчины, который мог бы сравниться с ним. На параде Бальзак получил солнечный удар и настоящий, и метафорический. Через неделю после приезда Бальзака жена канцлера Нессель Роде написала своему сыну «Бальзак Бальзак осуждает Кюстина. Это в порядке вещей, но не надо верить в его искренность». В русской газете «Северная пчела» напечатано было «Россия знает себе цену и очень мало заботится о мнении иностранцев». Короче говоря, власти ничего не требовали от Бальзака, да и сам он больше не собирался опровергать Кюстина. Он не добивался в Санкт-Петербурге ни казенных субсидий, ни почестей, тешивших его тщеславие. Для него было таким счастьем видеть Эвелину, вести с ней бесконечные разговоры за чайным столом, где шумел самовар, этот нелепый слон, или у камина, перед которым лежал коврик, стояли экран в стиле Людовика Четырнадцатого и кресла, где, раскинувшись, отдыхала дорогая, смотреть на глянцевый плющ, листочек плюща, он вез с собою, считая это растение символами их судьбы. Где привяжусь, там и умру. В гостиной были козетка с двумя валиками и голубой диван, такой удобный для отдыха, безделья. На этом диване он ждал, когда же скрипнет дверь и зашуршит ее платье, звуки, от которых он вздрагивал всем телом. А как ему запомнилось то платье, что было на ней в первый день, синее с желтой отделкой. Позднее Анна Мнишек вспоминала в письме к матери, как Бальзак читал слух в их гостиной «Дочь Евы», изящный роман, где он показал, что опасная мысль, неотвязно преследующая мужчину, побуждает его к некоему замыслу и к действию, а у женщины она принимает форму любовной мечты. Мари де Ван Денесс, жена Феликса де Ван Денесса, героя Лилии Долины, влюбляется до безумия в талантливого и очень некрасивого писателя Рауля Натана. Но Феликс, испытавший на себе в юности влияние Андриэта де Морсов, женщины прекрасной души, оказывается прозорливым мужем и предотвращает назревавшую драму. Обе Ганские и мать и дочь были очарованы этой превосходной повестью, трогательной и смелой. Обе одинаково восхищались волшебником и его чудесными рассказами. Бальзак вновь завоевал свою Эвелину. Незадолго перед их встречей она прочла переписку Гёте с Беттиной Брентано, вышедшей замуж за Иоахима фон Арним. Восторженная девица, писавшая к знаменитому поэту, с которым она не была знакома, напомнила госпоже Ганской, как она сама, молодая романтическая женщина, когда-то завязала переписку с Бальзаком. Эта головная любовь даже вдохновила её на новеллу, которую она сожгла, но её содержание рассказала Бальзаку, и тот пожелал прочесть письма Беттины. «Дайте мне, пожалуйста, первый том книги Гёте и Беттина». А прочитав его, написал суровый отзыв. «Эта книга для добрых, а не для злых», указывает в своём предисловии госпожа Арним, иначе говоря, позор тому, кто дурно об этом подумает. Бальзак оказался в лагере злых. Почему? Потому что это выходит за пределы литературы и относится к области фармацевтики. В самом деле, чтобы изображение любви, я разумею, литературное изображение, сделалось произведением, и к тому же произведением возвышенным, ибо в этом случае допустимо лишь возвышенное изображение, любовь, повествующая о себе, должна быть совершенной. Она должна выступать в своей тройственной форме, захватывая мозг, сердце и тело. Она должна быть одновременно духовной и чувственной, и изображать её следует умно и поэтично. Беттина, говорит Бальзак, не любит Гёте. Для неё он лишь предлог для писем. Она вышивает ему тёплые жилеты, домашние туфли, «Я надеялся, что попытки одеть Гёте приведут, но нет, жилеты, так же, как и проза, оказались малозажигательными. Таким образом, внушает Бальзак Эвелине настоящая и прекрасная любовь только у нас с вами, потому что мы любим и душой, и телом». Но высмеивая Гёте Беттину, он всё-таки запомнил сюжет, который попыталась использовать его умные возлюбленные, и позднее вернулся к нему. «Ваша новелла так мила, что если вы хотите доставить мне огромное удовольствие, напишите её ещё раз и пришлите мне. Я её выправлю и опубликую под своим именем. Вы таким образом не станете синим чулком и потешите своё авторское самолюбие, видя то, что я сохранил из вашего занимательного и прелестного рассказа». Надо сперва описать провинциальное семейство, в котором среди грубой обыденности выросла восторженная романтическая девица, а затем с помощью приёма переписки перейти к характеристике поэта, проживающего в Париже. Приятель поэта, который будет продолжать вместо него переписку, должен быть человеком умным, но одним из тех, кто становится только спутником знаменитости. Может получиться любопытная картина, изображающая этих услужливых поклонников, которые, добывая для своих кумиров похвальные отзывы в газетах, исполняют всякие их поручения и так далее. Развязка должна быть в пользу этого молодого человека. Надо нарисовать поражение великого поэта и показать мании и недостатки большой души, пугающей мелкие душ. Сделайте это. Вы мне окажете помощь. Благодаря вам я получу несколько тысячи франковых билетов. А какая слава! Из этого сотрудничества в скором времени, в 1844 году, получился роман «Модеста миньон» последняя сцена частной жизни. Это борьба между поэзией и житейской действительностью, между иллюзиями и обществом. Это последнее наставление перед тем, как перейти к сценам зрелой поры. Желание держать верх над другим писателем нередко вдохновляло Бальзака. «Лилия долины» была написана в противовес роману Сент-Бева сладострастие. «Провинциальная муза» в противовес Адольфу. Бальзак считал, что в умении жить и любить он превосходит Геты, ведь вместо того, чтобы принимать с олимпийским самодовольством поклонение юной девушке, он, Бальзак, постигал радости любви ценой страданий. Прометей вдохнул огонь в убогие наброски Ганской, и они ожили. Прототипами Модесты Миньон стала сама Эвелина в девическую пору своей жизни и отчасти ее кузина Каллиста Ржевусская. Свою героиню он наделяет чертами Евы, говорит, что почти мистической поэзии, сияющей на ее челе, противоречило сладострастное выражение рта. Отец Модесты Миньон называет ее «Моя мудрая крошка», прозвище, которое граф Ржевусский дал своей дочери Эвелине. Модеста Миньон, как некогда Эвелина Ганская, хочет быть подругой художника, поэта. Она пишет к Аналису, поэту и государственному деятелю, не Ламартин ли это, как Эвелина писала Бальзаку. Письма ее несколько педантичны, какие письма Эвелины. Замысел романа принадлежит Ганской, и это ослабило бальзаковскую силу. Драма местами обращается в салонную комедию. Но, как говорит Ален, теперь Бальзак уже не мог плохо написать роман, и фигура Каналиса столь же реальна, как и образ Д'Артеза. Жан Бутша, таинственный карлик, клерк нотариуса, оберегающий Модесту, похож на Тадеуша, родственника Эвелины Ганской, всегда окружавшего ее преданностью и заботами. Фоном, на котором разыгрывается действие, является Гавр, в котором, как и в Ангулеме, есть верхний и нижний город. Все использовано и все преобразовано. Госпожу Ганской обидел разговор между Модестой Миньон и ее отцом, в котором тот упрекает дочь за ее переписку с незнакомым человеком. Как же твой ум и здравый смысл не подсказали тебе за недостатком стыдливости, что, поступая таким образом, ты бросаешься на шею мужчине? Неужели у моей Модесты, у моей единственной дочери нет гордости, нет чувства достоинства? Ева усмотрела в этих упреках критику ее собственного поведения. Бальзак защищался искусно. Романист должен перевоплощаться во всех своих героев, понимать и чувствовать отца, и чувства дочери. Но это были просто ссоры влюбленных. Ганская сохранила чудесные воспоминания о приезде писателя в Россию. В заветном дневнике она писала «Как сладостные, как быстролетные те минуты нашей жизни, когда волны радости затопляют нас, когда душа ширится и отражает чистую синеву небо, сияющего бессмертной молодостью. Но как долго тянулись годы, предшествовавшие этим мгновением, и какими тяжкими становятся часы, следующие за ними, какой острой болью пронизывают они сердце. Кажется, приснился тебе дивный сон, а меж тем это была жизнь, чудесная, счастливая, полная жизнь, райское блаженство, ибо сердце, свободное от пошлой корысти, чувствовало, как его мягко убаюкивает где-то высоко, в самых чистых сферах эфира, и ему так хорошо, так спокойно, словно в невинные дни детства. Восторги, очарования, подлинное счастье, преклонение перед идеалом, радости чистые, радости наивные, внутренние голоса, волшебные воспоминания, как эхо пробуждающиеся в душе взволнованные трепетные звуки любимого голоса, утешьте меня в одиночестве и укрепите мою надежду. Она удостоила признать, что ее возлюбленный один из самых великих людей всех времен, а он на обратном пути в Париж, через Берлин и Франкфурт, все вспоминал о Санкт-Петербургских вечерах. В душах на редкость нежных и страстных царит культ воспоминаний, и воспоминания о милых сердцу чертах всегда со мной. Оно живет во мне, оно просится на уста. В разлуке какая-то вялость овладела его умом, сердце закралась тоска, стало трудно жить. По приезде в Париж он почувствовал себя так плохо, что обратился за советом к доктору на кару, и тот по обыкновению поставил диагноз, что у Бальзака воспаление мозга, а это скорее была в грусть о милых сердцу чертах, думал Бальзак. Я был, как оглохший Бетховен, как ослепший Рафаэль, как Наполеон без солдат при Березине. Я оказался отторженным от своей среды, от своей жизни, от сладостных привычек сердца и ума. Ни в Вене, ни в Женеве, ни в в Шателе, не было этого постоянного излияния чувств, этого долгого обожания, часов задушевной беседы. Из своего безмятежного пребывания в России он вынес радостную уверенность, что вся его жизнь могла бы стать такой же приятной и полной очаровательных чувственных радостей. В газетах сообщалось, что готовится преследование католиков на Украине, хоть бы Эвелина поскорее подписала полюбовную сделку и закончила судебную тяжбу и приехала к нему. Разумеется, в Париже продолжали болтать о том, как царь щедро заплатил Бальзаку за то, чтобы он ответил на книгу этого чертова французского маркиза. В письме к Ганской от 7 ноября 1843 года мы читаем прошел слух чрезвычайно для меня лестный, что мое перо оказалось необходимым русскому императору и что я привез с собой богатые сокровища в качестве платы за эту услугу. Первому же человеку, который сказал мне это, я ответил, что, как видно, люди не знают ни вашего великого царя, ни меня. А немного позднее, 31 января 1844 года, он пишет Ганской «Говорят, что я отказался от огромной суммы, предложенной мне за то, чтобы я написал некое опровержение. Вот глупость! Ваш государь слишком умен, чтобы не знать, что купленное перо не имеет ни малейшего авторитета. Я, понятно, и не думаю писать ни за, ни против России. Да разве в мои годы человек, чуждый всяких политических взглядов, станет создавать такие прецеденты?» В Париже его ждала Луиза де Бреньоль, вышивая диванную подушку, предназначенную ему в подарок. На что она надеялась? Эта служанка госпожа жила в добром согласии с небесным семейством, переносила от одних его членов к другим взаимные упреки и обостряла и без того уже напряженные отношения. Больше чем своим родным Бальзак уделял внимание Андреете Боррель, так называемой Леретте, бывшая гувернантка Анны Ганской, протестантка, обратившаяся в католичество, хотела поступить в монастырь во Франции. Так как она уже перешагнула предельный возраст, для этого требовалось специальное разрешение архиепископа Парижского. Бальзак взял на себя необходимые хлопоты. А как с Жорди? На Жорди еще не нашлось покупателя. Бальзаку снова улыбнулась мысль благоустроить дом и участок для своей любимой. Несмотря на коварную глину, Жорди имела свои достоинства. По железной дороге можно было за четверть часа доехать до шоссе Дантен. Когда-нибудь Жорди стала бы давать молоко, масло, фрукты. И вдобавок ко всему оно позволило бы Бальзаку говорить академикам «Видите, у меня есть недвижимое имущество, я могу быть избранным». Ведь он опять стал делать визиты академикам и объяснял это Эвелине Ганской следующим образом. «Я стараюсь только для того, чтобы знали, что я хочу быть избранным. Это будет праздник, который я держу в запасе для моей Евы, для моего волчонка. Я нахожусь вне стен академии, зато стою во главе литературы, которую туда не допускают. И право, мне приятнее быть такого рода цезарем, чем сороковым бессмертным. Да и добиваться подобной чести я не стану раньше 1845 года. Его друг Шарль Нодье умирал. Он мне сказал, «Ах, друг мой, вы просили меня отдать за вас свой голос, а я отдаю вам свое место. Смерть подбирается ко мне». Другие академики по-прежнему выставляли нелепые возражения, указывали на его долги, как будто богатство наделяло писателей талантом. И вот я обдумал, какое письмо послать каждому из четырех академиков, у которых я побывал. Заниматься прочими 36 трупами глупо с моей стороны. Мое дело закончить монумент, воздвигнутый мной, а не гоняться за голосами. Вчера я сказал Минье, «Я предпочитаю написать книгу и не провалиться на выборах». Мое решение принято. Я не хочу попасть в академию благодаря богатству. Мнение, которое царит в академии на этот счет, я считаю оскорбительным, в особенности с тех пор, как его распространяют и среди публики. Когда я разбогатею, а я этого добьюсь сам по себе, я ни за что не выставлю своей кандидатуры. Он написал четыре письма своим сторонникам Виктору Гюго, Шарлю Надье, Дюпати и Понжервилю. Письма были исполнены гордостью и чувство собственного достоинства. Он вычеркнул слово академии своей памяти на несколько месяцев и тут же купил себе, заплатив очень дорого, старинный ларь, принадлежавший по заверениям антиквара Марии Медичи. Парижская жизнь пошла своим чередом, но петербургские вечера были чудесной интерлюдией. Симфония любви Если художник на свою беду полон страсти, которую хочет выразить, ему не удастся передать ее, ибо он сам воплощение страсти, а не образ ее. Бальзак Он предвидел, что по возвращении ему придется вести тяжелую борьбу. Нравы в литературной республике все больше проникались коммерческим духом. Писатели жили главным образом на то, что печатали свои романы в газетах фильетонами. Однако самая разбивка на фильетоны не соответствовала творческой манере Бальзака, его длинным вступлением описанием анализу. С тех пор, как вознеслись под небеса Дюмайя, Жен-Сю, издатели газет уже не считали Бальзака необходимым для них человеком. Но, как пишет Рене Гис, свергнутый король еще видит перед собой возможность отвоевать свой скипетр. Бертен, издатель солидной газеты журналь «Де Деба», опубликовавший «Парижские тайны», подписал договор с Бальзаком на двоего романа «Модеста Миньон» и «Мелкие буржуа». Это блестящая победа над соперниками. Ведь, чтобы впервые появиться на страницах Деба, да еще в тот момент, когда его недруги считают, что Бальзак выдохся, он должен создать шедевр. И какая радость, что сюжетом для этого победоносного романа он обязан своей Еве. Модесту Миньон начали печатать в Деба 4 апреля 1844 года. Роман был посвящен чужестранке, и о ней в посвящении говорилось так «Дочь порабощенной земли, ангел по чистоте любви, демон по безмерности фантазии, младенец по наивности веры, мужчина по силе ума женщина по чуткости сердца и поэт по полету твоей мечты и так далее. Тот же свирепый и плохо осведомленный Сент-Беф стал утверждать, что это чужестранка никто иная, как княгиня Бельжа-Жооза, а само посвящение возмутило его «Виданное ли дело? Такая голематья разве не бичует сам себя писатель подобными смехотворными нелепостями? И как могла уважающая себя газета оказаться столь уступчивой, чтобы с такой готовностью представить к его услугам свои столбцы? Надо признаться, что посвящение весьма высокопарное, но когда речь заходит об Эвелине Ганской, Бальзак не может сдерживать поток лиризма. Воспоминания, которые он привез из России, воспламеняют его. Впервые он свободно наслаждался близости с этой женщиной, подходившей ему по темпераменту. Он уверял Ганскую, я люблю так, как любил в 1819 году, люблю в первый и единственный раз в жизни. Ганская прислала ему лоскуток от черного платья, которое она носила при нем. Я плакал, как дурак, думая о том, что буду вытирать свое перо тканью, которая сколько-то времени считала биение сердца самого совершенного в мире и которая облекала «Нет, надо очень любить, чтобы осмелиться на это». От такой мысли будет трепетать душа всякий раз, как я стану пользоваться вашим подарком. Это кажется наивным, но Бальзак действительно наивен, когда он любит. В этом его сила и его очарование. Он пьянеет от вина собственной риторики. Что это, только игра? Может быть, но при игре в безумную любовь, игрок сам попадается в ловушку. Бальзак фетишист. На столе у него миниатюрный портрет кисти дофинжера, на стене пейзаж, где изображена верховня. На безымянном пальце левой руки он носит перстень с гиацинтом и обручальное кольцо. Лишний раз с восторгом разгоревшимся после петербургских ночей он затягивает акофист своей Еве. Вы маяк, вы счастливая звезда, вы дарите утехи любви и честь, пресытиться вами невозможно. Но пусть она не тревожится, его верность непоколебима. Что касается Бенгали, будьте спокойны, он проявляет похвальное благоразумие. Птицам тоже знакомо чувство признательности, вы еще не знаете, что говорится в естественной истории об этом обитателе Индии. Он поет только для одной розы. Это благоразумие ожидания. О, добрая и милая кисонька, знает ли она, что стоило Бенгале начать это письмо, как в его сердце пробудились сладостные воспоминания о прошлом? А моя дорогая бедняжка волнуется ли и она так же? Иногда он жалуется на томление, которым его держит целой ночи напролет страстной мечты, мешающей ему работать. Ему трудно справиться с начатыми произведениями. Модеста Миньон, единственный роман, который писался быстро, потому что сюжет был дан самой Ганской, не имела успеха, появившись в фильетонах. В ней было слишком мало событий. Подписчики Деба приняли ее холодно, и газета напечатав ее тотчас начала публиковать графа Монте-Кристо Александра Дюма. Бальзак писал Ганской, по моему убеждению я создал шедевр, это верно для меня и для вас, а какое значение имеет все остальное? Но мелкий буржуа, корабль первостатейный с экипажем 25 или 30 человек сидит на мели. Даже кофе больше не может придать бодрости писателю, кофе для него стал теперь как вода. Роман Крестьяне, начатый шесть лет назад по просьбе еще более ранней покойного Ганского, роман, который первоначально должен был называться крупной землевладелец и который двадцать раз был запродан, выкуплен, заброшен, оказался работой огромной, неблагодарной и трудной. В первом варианте крупный помещик Маркиз де Гранлье принадлежал культр-монархистам, составлявшим оппозицию группе либеральных буржуа. Бальзак отложил этот набросок, намереваясь позднее вернуться к нему и передать ему совсем иную форму. Но прежде всего нужно было закончить блеск и нищету кортизанок. Как известно, сюжетом третьей части утраченных иллюзий являлись страдания Давида Сэшара, подобные мучениям Полисси. Но в наших глазах важнейшим эпизодом романа стала встреча на большой дороге Люсиена де Рюбампре, доведенного до отчаяния своим провалом в Париже и уже готового наложить на себя руки с путешествующим духовным лицом каноником Карлосом Эрера, под именем которого скрывался никто иной, как беглый каторжник Ватрен. В душе мнимого аббата, пораженного красотой Люсиена, вспыхивает неистовая любовь к юноше, и он решает добиться для него блестящей победы над Парижем. Но для этого надо, чтобы Люсиен понял подоплеку жизни и перестал вести себя как ребенок. «Стоило вам предоставить корали господину Камизо, стоило вам не выставлять на показ вашу связь с нею, и вы женились бы на госпоже де Баржетон, были бы префектом Ангулема и маркизом Дерюбампре», цинично говорит Ватрен. Блески нищета куртизанок начинается темой реванша Люсиена. Этот роман «Река» создавался и будет создаваться в промежуток времени от 1838 до 1847 года. Одна за другой написаны были следующие части. «Как любят эти девушки» сюда включена была ранее написанная «Торпиль», «Во что любовь обходится старикам, куда приводят дурные пути», раньше эта часть называлась «преступное обучение», и последнее воплощение Ватрена. Все вместе они составляют удивительную смесь романтических тем, мелодраматических нелепостей и верных наблюдений. В романтическом свете нарисована куртизанка, которая очистилась любовью, а затем во имя любви бросилась в бездну порока. В романтическом свете показано сатанинское влияние Ватрена. Романтически изображена двусмысленная любовь каторжника к Люсьену. Романтично задумчивость Ватрена, когда он проходит мимо дома, где жил Рюбампре. Мелодраматична сама идея союза одного из виднейших вельмож королевства герцога де Гранлье с подозрительным выскочкой. Мелодраматичен поединок каторжника Ватрена и полицейского карантена. Мелодраматична ненужная смерть полицейского Контансона. Реалистична мольеровская комедия старого банкира Нусингена, ослепленного возжелением. Реалистичны сцены звериного отчаяния Леонтины до серези, когда она узнает о смерти Люсьена. Реалистично нарисованы аристократия каторги и двор тюрьмы Консержери. Я пишу в чистейшей манере Жена Сю, признается Бальзак госпожа Ганской, и, несомненно, маршал Романа Фельеттона навревался помериться силами с генералами Дюма и Сю. Но главное, старея, он дает воле своей склонности к необычайным перипетиям, к тайнам, к парижским сказкам Тысячи и одной ночи, к мрачным отцветам Феррагуса. Однако основательность декораций, в которых развертываются действия его романа, суровое осуждение прогнившего общества ставит Бальзака гораздо выше его соперников. Он ясно видел узы, связывающие через проституцию темных авантюристов с гордой знатью. Он умел так ударить бичом, что слетали все покровы и все лохмотья, прикрывающие гнойные язвы. Но в романе «Блески нищета кортизанок» он обрушил на Люсьена такие катастрофы, которые были не под силу этому слабому существу и которые волнуют нас гораздо меньше, чем его первые и такие человеческие беды. Блески нищета кортизанок позволили Бальзаку воплотить двойственность своей натуры в двух персонажах романа. Люсиен Дерри Бампре, олицетворявший женственные черты в характере автора, был один из тех неполноценных талантов, которые способны желать и вынашивать замыслы, но лишены силы воли и не могут осуществлять их. Второй персонаж Ватрен олицетворяющий мужское начало дополняет Люсиена. Вдвоем они, Люсиен и Рера образуют политическую силу. В письме, которое несчастный юноша пишет мнимому аббату перед тем, как повеситься в тюремной камере, он с полной ясностью сознания описывает их союз. Есть потомство Каина и потомство Авеля. В великой драме человечества Каин это противоборство. Сыновья Каина злые и жестокие господствуют над сыновьями Авеля. Одаренные безмерной властью над нежными душами, они притягивают их к себе и губят их. В своем роде это величественно, это прекрасно. Поэзия зла. Ты дал мне пожить этой жизнью гигантов и с меня довольна моего существования. Теперь я могу высвободить голову из гордия его узла твоих хитросплетений, чтобы вложить ее в петлю моего галстука. Бальзак потомок и Каина и Авеля. Если у него и заметны некоторые слабости Люсьена, он обладает также гением Сешара и силой Ватрена. Чтобы стать великим писателем необходим не только талант, у Люсьена он был, но нужна и сила воли. Закон труда всегда довольно суров. Бальзак принял его, а Люсьен отверг. Поэтому и судьбы их разные. План этого огромного произведения могучий мозг Бальзака вынашивал с 1843 года. Здоровье все не позволяло ему завершить эту вещь. Каким же недугом он страдал. По возвращении из России он заболел желтухой. Потом начались ужасные головные боли. Накар утверждал, что это не опасно. Но на Бальзака напали и другие болезни. Желудочные колики, популезная сыпь. Что касается его отношений с родными, то там его ждало отвращение за отвращением. Госпожа Доберни предсказывала ему, что Лора в конце концов будет похожа на мать. Бальзак в ужасе убеждался, что Лора оказалась как всегда права. Брат и сестра виделись теперь реже. Бальзак впрочем не огорчался этим охлаждением. Она должна было облегчить положение, когда графиня Эвелина Ганской станет его женой. Он признавался, что просто содрогается, думая о том впечатлении, которое произведут его близкие на владелицу замка в Верховне. Чувство не очень благородное, но Бальзак его испытывал и семейные связи ослабевали. Зато у него теперь на руках Анриэта Боррель, первая сообщница его романа с Ганской. Вспомним, что Бальзак хлопотал за нее в канцелярии архиепископа Парижского. В июне 1844 года она приехала во Францию. Бальзак поселил приезжей на улице Бас и отдал ей свою собственную комнату. Неслыханная честь. Очень скоро он обнаружил, что эта женщина глупа. По рекомендации одного священника, Аббата Эгле, состоявшего в управлении епархии, настоятельница общины Византандинок, готова была освободить Леретту от обычного вклада. Но эта дура из смирения гордо отказалась. А ведь не мешало бы приберечь кое-какие средства на тот случай, если ее призвание к монашеской жизни не подтвердится. Наконец, Бальзак, посоветовавшись с Джеймсом Ротшильдом, поместил в одно из предприятий деньги мадемуазель Боррель и сообщил, что она сможет внести вклад в общину 8000 франков из прибыли на свой капитал. Ее приняли как послушницу в орден, где не было строгого монастырского устава. И Бальзак часто навещал свою подопечную. Сама Леретта его мало интересовала, но ведь она была хранительницей священных воспоминаний, от которых веяло очарованием его возлюбленной. Ах, когда же вернутся радости любви! Чужестранка выиграла процесс и была обижена равнодушием своего будущего мужа к такой великой победе. Он гордо ответил, что богатством желает быть обязанным только собственному своему труду. Благосклонное решение императора очевидно было любезностью с его стороны, говорил Бальзак. Помимо правосудия это монаршья милость. Госпожа Де Севинье вела тяжбу и решение суда было представлено на утверждение Большого Совета. Людовик XIV, которому его министры принесли на подпись Ордонанс, начертал на нем. Поскольку речь идет о госпоже Де Севинье, постановление должно быть вынесено в ее пользу. Не хочу ничего рассматривать, с закрытыми глазами утверждаю решение. Вероятно, прекрасная дама, столь родственная по уму вам, польской госпоже Де Севинье, написала своей дочери, что Людовик XIV величайший и самый деликатный из всех монархов мира. Так я думаю. Мнение это не понравилось. Польская госпожа Де Севинье приписывала победу своим дипломатическим талантам, а не милостьям двора. Затем Бальзак надавал ей всяких мудрых советов. Прежде всего, надо просить Киевскую судебную палату о немедленном вводе в наследство. Ну и влюбленные эти два волчка пишут друг другу письма, нашпигованные цифрами и деловыми соображениями. Но, милый мой волчишка, ведь эти цифры основа нашего счастья! Ганская возвратилась из Санкт-Петербурга в Верховню. Бальзак советовал ей самой управлять имением, стать француженкой, то есть не позволять себе никакой расточительности. Она должна сразу же проявить строгость. Людовик XVI, который не решился обстрелять чернь картечью в начале генеральных штатов, сам же и является виновником всей резни, происходившей в годы революции. Так вот, вас требуете невыплаченные вам суммы по праву вашего пользования доходами с имения. Пусть недоимку обратят в денежный капитал и точно установят ее размер, хотя бы вам пришлось и не сразу получить этот долг, так же, как и возмещение ваших расходов по ведению процесса и поездке в Санкт-Петербург. «Стряхните вашего апатичного дядюшку. Чтобы подстегнуть его, сделайте все, что женщина и такая любящая мать, как вы, может сделать, не роняя своего достоинства. Он стар и несомненно перед смертью обратится к религии, но вы не знаете, как действует на этих неверующих запах могилы. Они выкашливают тогда свои пороки и считают себя очищенными от грехов. Старик снова увидит своих мужиков, и поймет, как он был виноват перед вами и своей внучатой племянницей. А главное, обратите свои доходы в капитал и последуйте примеру той дамы, которая пристроила свои деньги в совершенно надежное предприятие. Будьте скупой». «Вот так страницу я написал вам». Но лишь только Ганская выиграла процесс, она поспешила бежать из России. Паспорт для выезда во Францию получить было невозможно. Она сразу же уехала в Дрезден, в город, где полно было польских беженцев. Наскучавшись о ней, Бальзак попросил, чтобы она сняла для него комнату в Дрездене. Но прежде, чем отправиться в Германию, ему нужно было во что бы то ни стало закончить крестьян. «Газета Ла Пресс уже начала печатать роман. А конец еще не был написан. После первых же помещенных отрывков Бальзак сообщил Ганской о поразительном, превзошедшем все надежды успеха его произведения. Но Теофиль Готье, преданный друг, наоборот, утверждает, что в редакцию газеты ежедневно поступали письма с требованиями прекратить печатание этого скучного романа. Роман был малопригоден для того, чтобы ежедневно кромсать его на куски, и Бальзак работал над ним без увлечения. Его мучила невралгия. Я писал Берротто, поставив ноги в горчичную ванну, а крестьян пишу, успокаивая головные боли опиумом». 6 декабря 1844 года Ла Пресс объявила, что вскоре она начнет печатать роман Александра Дюма «Королева Марго». Жерарден хотел с занимательной интригой привлечь подписчиков в новом году. Когда срок возобновления подписки истек, газета потребовала от Бальзака продолжения крестьян. За роман было заплачено заранее. Но пружина уже сломалась. Первые отзывы в печати оказались откровенно разносными. «Вот еще одна книга», — говорил критик, начатая для того, чтобы автор прервал ее, а закончил неизвестно когда и неизвестно как. В ней Фигара клевещет на бедняков вместо того, чтобы злословить о богачах. Он упорно старается очернить всю сельскую жизнь. На крестьян он смотрит, как на варваров, подкрадывающихся к вратам общества. Сам Бальзак говорил, что ему опротивила эта книга. «Никогда не прощу себе, что сунулся писать крестьян». Он знал, что Жерарден, как шейлок, готов вырвать у него за долг фунт живого мяса, но всякий раз, как Бальзак садился за этот проклятый роман, лицо у него передергивалось гримасами, словно у обезьяны. Ему так хотелось помчаться в Дрезден, вновь изведать счастье любви, но Ева решительно воспротивилась его приезду. И тогда им овладело настоящее безумие. Почему она обрекает его на адские муки? Почему доводит его до беспросветной тоски и желания покончить с собой? Почему ее так пугает мысль увидеться с ним в Дрездене? Боится, что окружающие враждебны к нему? А разве не так же было и в Санкт-Петербурге? Какие еще русские княгини отравили сердце его Эвелины? И если Ледеда, слово означающее на древнееврейском языке возлюбленная, не хочет, чтобы он приехал в Дрезден, то разве она не может встретиться с ним где-нибудь в другом месте? в Дрездене, работал он мало и плохо и ежедневно долгие часы тратил на то, чтобы подыскать в Париже дом для двух волчков. Со времени поездки в Россию он именовался волчком, она волчишкой, а их состояние сокровищем волков. Он отбросил намерение украсить жорди, чтобы оказаться достойным владелицы замка в Верховне и ларя Марии Медичи. Жилище будущих супругов полагалось быть очень красивым, радовать взор садом разбитым за домом и возвышаться на земельном участке, стоимость которого в дальнейшем непременно возрастет. Отчего такая страсть к спекуляции, спрашивала Ганская? Да ведь нужно большое состояние, чтобы чужестранка могла и в Париже вести привычный для нее образ жизни. Я тебе прощаю, волчишка, ведь ты не ведаешь, что говоришь. А какую обстановку он создаст для своей жены? Ведь один уже ларь Марии Медичи представляет собой целое состояние. Стоимость этого ларя с золотыми перламутровыми инкрустациями может покрыть все его долги, но он согласился бы продать его только такому коллекционеру, как Ротшильд или же знатоку-англичанину вроде сэра Роберта Пиля и то за три тысячи фунтов стерлингов. И вот он осматривает один дом за другим в Пасси, в самом Париже, на улице Неф-де-Матюрен, в парке Монсо, на вдове Аллеи, на Елисейских полях, в квартале у которого большое будущее, ибо, как предсказывает он, земельные участки там будут когда-нибудь цениться по сто тысяч франков за квадратные сажень. Общая стоимость будущего дома новобрачных, считая ремонт и переделки, составит около двухсот тысяч франков, и Бальзак производит оптимистические подсчеты. Продажа жарди, да крестьяне, да человеческая комедия, да вклад в двадцать тысяч франков со стороны волчишки, можно уложиться. Но почему же она не привезла больше денег с Украины, где в один прекрасный день у нее конфискуют все ее владения? Почему она так недоверчиво относится к финансовым планам своего волчка? Ведь в делах она как маленькая девочка, а он старый стреляный воробей. Впрочем, почему бы ей не приехать в Париж и самой посмотреть? Ничего нет легче. Анну и госпожу Ганскую он впишет в свой паспорт, одну как сестру, а другую как племянницу. Он снимет для них в шайо или в пасси маленькую квартирку с обстановкой. Обе путешественницы будут инкогнито ездить в город. К услугам Анны выставка, дюжины театров, концерты в консерватории и так далее. Двухмесячное пребывание в Париже обойдется не больше, чем по три с половиной тысячи франков в месяц, считая расходы на кухарку, горничную и мальчишку Грума. За всем надзирать будет госпожа Добриньоль. Но когда же ледеда решится наконец? Ведь в разлуке он тоскует, терзается и совсем отупел. Я не могу извлечь из своего мозга ни строчки, у меня нет больше ни мужества, ни сил, ни воли. Чтобы не сойти с ума, он стал играть гланс кнехт и ходить на вечера. Несомненно, есть доля правды в этом рассказе об оцепенении и любовной тоске, которые его сковывают. Но он несколько преувеличивал свои бедствия. Он хотел разжалобить жестокую красавицу. Вряд ли Бальзак чувствовал себя отупевшим в тот день, когда, завершая Беатрису, где ему нужно было нарисовать страдания молодой женщины, которая изменяет муж, он отправился к Дельфине де Жерарден и долго расспрашивал хозяйку дома о горестном начале ее супружеской жизни. По неизменному своему инстинкту пчела повсюду собирает мед. Недавняя связь Жерардена с госпожой Дагу дала Бальзаку животрепещущий материал для развития образа Беатрисы. Из Дрездена ничего не отвечали. Отчасти молчание объяснялось семейными делами. Анна, польская патриотка, решившая выйти замуж только за поляка, отличила графа Георга Мнишика, кроткого мистика с шелковистой русой бородой, собиравшего коллекцию жестокрылых насекомых, знатока искусств и человека столь же богатого, как и сама невеста. Может быть, госпожа Ганская опасалась, как бы молодой граф, пока он не связал себя с Анной бесповоротным обещанием, не изменил своего решения, узнав, что его будущая теща собирается выйти замуж за француза. Может быть, ее рассердили выпады Бальзака, когда он позволил себе рьяно порицать предполагавшуюся помолвку. «Дочь твоя богатая, к тому же она полька», писал Онаре. А поэтому находится в исключительном и опасном положении. Чего хочет император России? Единство своей империи, а следовательно, уничтожение польского национализма и влияние римской католической церкви. На его месте Бальзак, поклонник макеавеллиевской политики, действовал бы точно так же. Следовательно, всех непокорных и богатых поляков возьмут на прицел. Эта участь ждет и молодых супругов Мнишек. Все мог бы спасти смешанный брак с каким-нибудь немецким или австрийским аристократом. Анна находит, что ее жених хорош собой. Она не знает, что в браке может проявиться физическое отвращение, говорит с уверенностью специалиста, автор физиологии брак. Что касается его самого, то бесконечные ожидания и тягостная неуверенность губительны для него. Право, состояние мое можно описать двумя словами. Я чахну. И хоть бы знать, что Эвелина остается верна их чудесному плану. Она пишет редко, коротенькие письма, едва черкнет несколько ласковых слов. Чтобы поговорить о ней, ему приходится вызывать Леретту к решетке монастырской приемной. Если она смелится в чем-нибудь упрекнуть Эвелину, та обижается. Однажды он назвал ее казаком. Это не было такой уж нелепостью. Она возмутилась, пригрозила, что тоже уйдет в монастырь. Потом смилостивилась. Я тебя прощаю. И по его словам он поцеловал на листочке письма эти три слова. Доказывающий ее милостивое великодушие. Наконец, 18 апреля 1845 года запрещение было снято. «Я хотела бы увидеть тебя», написала она, и Бальзак помчался в Дрезден. «Я приезжаю с флаконами духов, с целым облаком благоухания». Она сняла для него комнату не очень дорогую в гостинице город Рим. Сама же с дочерью поселилась в саксонской гостинице. Он истосковался по своей геве. Дрезден — это голод и жажда, это скудное счастье, это нищий, который накинулся на богатое пиршество богача. В Дрездене он узнал, что в Париже официально сообщено о награждении его орденом почетного легиона, но он, кажется, не обратил на это большого внимания. Кавалер ордена, невысокая и запоздалая награда. Но разве он мог обидеть вельмена отказом принять ее? Карикатуристы, у которых Бальзак был излюбленный мишенью, изображали, как он привязывает орден к набалдашнику своей исполинской трости. Бальзак нашел, что у жениха Анны много хороших качеств, но он рисковат. Он не отличается неучтивостью, достойной его имени и его звания, неприветливостью большого барина. Следует, конечно, пожалеть об этом, но есть ли на земле совершенство, кроме Евы и Анны? В Георгии Мнишике не чувствуется влияние женщины одной из тех пожилых женщин, которые учат своих любимцев правилам света, законам жизни и формируют юношей. Но теперь уж, когда Георг стал женихом, поздно искать для него некое подобие госпожи де Берни. Тотча же волчок и волчишка решили убежать от дрезденских сплетен, отправились в Гамбург и Конштадт, на воды, прописанные Эвелине. Последующие четыре месяца были временем безумной рассеянной жизни по сравнению с обычным трудовым одиноким существованием Бальзак. Жених и невеста Анна и Георг принялись искренней приязнью занимательного спутника. Вдохновившись модной в ту пору клоунадой Дюмерсана и Варена уличные акробаты, эта странствующая труппа дала Бальзаку прозвище Бильбоке, Евиганской Атала, Георгу Мнишику, Гренгале и Анне Зефирина. В компании четырех акробатов благодаря Бальзаку постоянно царило веселье. С тех пор, как он снова обрел источник любовных восторгов в женщине, созданной для любви, к нему вернулись вся его жизнерадостность и остроумие. Позднее он отмечал в письмах Анганской оттенки любовных воспоминаний, которые оставили в нем пребывание и объятие в каждом городе. Канштадт — это тонкие лакомства, пригодные лишь для десерта, слишком тонкие для ненасытного обжора. Карлсруэ — это милостыня, брошенная бедняку. Но Страсбург — это уже любовь, искусство любви, сокровище Людовика XIV, это уверенность во взаимном счастье. В Страсбурге он купил три места в дилежансе, отправлявшемся в Париж 7 июля. Георг должен был присоединиться к ним позднее в Бельгии. Госпоже Добриньоль были даны точные указания сопровождавшиеся похвалами по ее адресу. Я только что получил ваше письмо, такое же ласковое и доброе, как ваша душа. Вы, как всегда, верны себе. Неосторожная похвала, которая могла пробудить опаснейшие надежды. Госпоже Добриньоль было поручено снять в районе церкви Мадлен, не больше, чем за 300 франков в месяц, квартиру с мебелью. Но на ваше имя, добавлял Бальзак, так как у дам не будет паспортов. Госпожа Ганская хочет теперь, чтобы там и для меня была комната, в которой я мог бы временно поселиться. Надо все это хранить в глубокой тайне. В будущем я во всех отношениях уверен. Анна очень меня любит, и я не сомневаюсь, что в доме будет чудесное и самое сердечное согласие. Итак, служанка госпожа с явной снисходительностью принимала мысль о женитьбе Бальзака на богатой женщине, и даже мысль о его добрачной связи с ней. Ей поручалось постелить на пол в спальне приезжающих дам голубой ковер и подписаться на месяц на антракт на имя Мадмазель де Пулени улица де Латур 18, чтобы Анна Большая театралка была хороша осведомлена о спектаклях. Симфония любви и городов продолжалась. Апаси, Афонтенбло, это гения Бетховена, возвышенные творения, Орлеан, Бурж, Тур и Блуа, это концерты, любимые симфонии, каждая со своим характером, то более, то менее веселым, но в каждую страдание влюбленного волчка вносят строгие ноты. Париж, Роттердам, Гавр, Антверпен это осенние цветы, однако Брюссель достоин Канштадта и нас с вами, это триумф двух слившихся воедино сердец, исполненных нежности. Все эти музыкальные ласки стали вехами четырехмесячного путешествия, когда Бальзак был совершенно счастлив, если не считать нескольких столкновений в Голландии. Госпожа Ганская весьма горячего прикала Бальзака за его разорительные покупки в антикварных лавках. Особенно ее возмутил шкаф черного дерева, купленный в Роттердаме за 375 флоринов. Но ссоры двух волчков происходили только из-за шкафов. По поводу Луизы де Бриньоль ссор не было. Тут чужестранка просто отдала приказ в самой своей казацкой манере. Будучи в Париже, она сочла весьма подозрительной фамильярность экономки с хозяином. Женщины друг другу не понравились, и госпожа Ганская потребовала увольнения домоправительницы. Бальзак обещал произвести по возвращению эту затруднительную для него экзекуцию. Чтобы успокоить Тевелину, он уже называл экономку «это особо, эта дрянь, мегера и чертова тварь». В сентябре Бальзак сообщил госпоже Добриньоль, что ей следует самое большее через полгода подыскать себе другое место. И она заплакала. Вдали от своих дорогих акробатов Бальзак впал в уныние, хотя разлука, так удручавшая его, предполагалось недолгой. Уладив кое-какие дела, он должен был присоединиться к Ганской. Никогда еще мне не было так хорошо. Я жил душа в душу с моей Эвелеттой. И вот оборвались все милые привычки, все нечаянные радости жизни, возникшие для меня. Я страдаю от того, что прервано возрождение моей молодости, дивная супружеская близость, превосходившая все мои желания. Без всяких доказательств утверждали, что Эвелина Ганская совсем не любила его. У нас нет ее писем, но мы знаем по ответам Бальзака, что нередко они были очень нежными. Три твоих последних письма — сокровища для сердца. Ты отвечаешь всем моим честолюбивым стремлением, всем грезам любви, рожденным воображением, как я счастлив, что внушил такую любовь. В разлуке твои три письма приводят мне на память ту Еву, какой ты была в Бадене, тот чудесный порыв сердца. А это восклицание «Ах, волчишка, любовь, бурная и долгая любовь, неразрывно связала нас». Все акробаты держались одинакового мнения о Бальзаке. Все относились к нему с дружеской симпатией. По возвращению в Париж он получил рисунок медали произведения Георга Мнишека с надписью «Бельбоке от признательных акробатов» и очаровательное письмо от Атала Ганской. И так в любви у счастливого Бельбоке все шло прекрасно. Житийские дела оказались не так хороши. В пасси разгневанной госпожа Дебриньоль потребовала в качестве возмещения за свое увольнение 7500 франков и патент на табачную лавочку. Вмешался доктор Накар, приятель главного директора табачной монополии. Но когда Накар уже почти добился успеха, норовистая домоправительница не захотела держать табачную лавочку. Это как-то низко, заявила она. Она пожелала продавать марки. Госпожа Бальзак и Лора жалели и поддерживали ее, и она сделала последнее усилие, чтобы остаться в доме. Но я сказал ей, если вы произнесете то имя, которое я чту наравне с именем Господа Бога, вы тотчас покинете дом. Я дам вам денег, чтобы вы поселились в другом месте, а есть я буду в трактире. Она умолкла и с тех пор ничего не говорит, сообщал Бальзак Еве Ганской. Быть может, ему она и не говорила ничего, но его родным жаловалась. Матушка писала Лори, госпожа Добриньоль мне сказала, что сонаре столковаться невозможно. Я ответила ей, да ведь он всегда такой, когда много работает, голова у него забита всякими мыслями, не стоит на него обижаться. Стряпчий Гаво тоже впал в немилость, ужасно вялый человек и никуда больше не годится. Ликвидировать долги поручено было теперь Огюсту Фессару. Этот делец совершил чудо, добился, чтобы кредиторы согласились на уплату лишь 50%. Все, кроме портного Бюрессона, крепко верившего в будущность своего гениального заказчика, он попросту переписал вексель. Весьма трудной задачей было найти дом для волчка и волчишки. Казалось просто невозможным подыскать в Париже резиденцию достойную Евы. Однако Атала и Бельбоке могли бы найти средства на покупку красивого дома. Бальзак еще раз делает свои гибкие арифметические подсчеты. У Ротшильда хранится сокровище волчишки. Доход от человеческой комедии колеблется в выкладках Бальзака от 100 тысяч франков до нуля в зависимости от продажи книг и настроения счетчика. Написать еще предстоит очень много. Хландовский польский издатель мечет гром и молнии, требуя поскорее представить ему мелкие невзгоды супружеской жизни, но эта работа надоела Бальзаку, совсем ему не по душе. Его вполне можно понять. Этот сборник очерков куда ниже физиологии брака, написанный им в юности. к черту работу. Вот уже полгода как человеческая комедия выброшена за борт. Почему в конце концов создатель такого множества картин адских мучений не имеет права на свою долю райского блаженства? Я думаю только о тебе. Мой ум уже не повинуется мне. Страстная любовь стимулирует гений художника, чрезмерные желания приводит к оцепенению. В октябре 1845 года Бальзак мчится на почтовых в Баден-Баден и после краткой встречи измученный возвращается в Пасси. Ганская пожелала провести зиму в Италии с Анной и Георгом. Решено было, что Бальзак присоединится к ним в Шалоне-Сюрсон, а оттуда они все вместе поедут на пароходе в Марсель. Из Марселя бродячий акробат отправится в Неаполь на французском корабле Леонид. Эта поездка была кульминационной точкой в любви Бальзак. «Но Леон, ах, этот Леон, там я увидел, как мою любовь превзошли прелесть, очарование, нежность, совершенство, ласк и сладость твоей любви, обративший для меня слово Леон в некое волшебное заклинание, которое в жизни человеческой становится священным, ибо стоит произнести его, и перед тобой отверзается небо». В эти полгода он впервые за свою литературную жизнь ничего не написал, кроме конца Беатрисы, нескольких страниц крестьян и наброска последней части романа «Блески нищета куртизанок». «Я все живо сварганю. Зачем мне деньги? Мне нужно счастье, и поэтому я вернусь к тебе». Бедняга, великий писатель позабыл, что счастье роковой дар для художника, что великие люди принадлежат только своим творениям. Теретта и кувшин с молоком «Мы, женщины, должны восхищаться талантливыми людьми, смотреть на них как на увлекательное зрелище, но жить с ними никогда». Бальзак В 1845 году Бальзак несколько раз уезжал из Паси. В первый раз с мая до сентября, второй раз в конце сентября, прыжок в Баден-Баден и третий раз с октября по ноябрь, когда он совершил незабываемое путешествие из Шалона в Неаполь. Чудесный год любви, праздности и посещений антикварных лавок. Как Бальзаку хотелось остаться в Италии вместе с бродячими акробатами, не иметь никаких обязательств, только ласкать свою Еву, добегать по антикварам, но нужно было возвращаться в Париж, бороться с финансовыми опасностями, следить за стараниями Фессара, успокоить издателя Хлондовского, продолжать человеческую комедию, восстановить свое положение в прессе и подыскать наконец дом. 12 ноября он прибыл в Марсельский порт после недельного плавания по ужасному морю. На борту все были больны, кроме него и матросов. Классическая формула. Возвратился он еще более влюбленным, чем прежде, спутником его оказался марсельский поэт Жозеф Мэри, знавший Ганскую, и Бальзак с восторгом говорит с ним о своей любимой, чье невозмутимо прекрасное чело запечатлело сияние божества, ангела и таит в себе нечто демоническое. Душенька моя, целуй твои красивые веки, приникай устами к твоей белой шейке, к той впадинке, которую я называю гнездышком для поцелуев, беру в руки твои бархатные лапки и чувствую их запах, такой чудесный, что от него с ума можно сойти, и, наслаждаясь в мыслях этими сокровищами, а их у тебя тысячи, притом таких, что одного хватило бы для самомнения какой-нибудь дурочки, говорю, о волчишка, о моя Эвелетта, всего дороже мне твоя душа, и я люблю тебя всей душой. Разумеется, он повел Жозефа Мари к торговцу всякими диковинками и купил там для владычицы своих мыслей великолепный коралловый убор тонкой индийской работы. Это багряный цвет победы, пурпур счастливой любви. У меня слезы на глазах, когда я пишу тебе. Все существо мое переполнено благодарностью, как у юноши, которого сжигает любовь. Последнее пламя любви так же сладостно, как первые лучи славы. Возвращение из поездок всегда для него катастрофично. В Париже он снова сталкивается с житейскими трудностями. На некоторое время денег у него достаточно. Ганская доверила ему значительную сумму, около ста тысяч франков золотом, на покупку и меблировку дома. Это волчишкино сокровище будет священным. Но неисправимый спекулятор, считая себя вправе увеличить его, решает купить на эти деньги акции северных железных дорог, которые непременно должны подняться. Барон Денусинген мог бы его осведомить, что биржа уже сыграла на повышении этих бумаг. Но в политику банкиров Нусингенов не входит забота об интересах держателей акций. И все же в конце 1845 года можно видеть определенные улучшения в материальных делах Бальзак. Под влиянием госпожи Ганской и Фессара он приступил к методическому погашению своих долгов. Было выплачено 40 тысяч франков. Славный старик Даблен соглашается переписать свой вексель с 8 тысяч франков на 5 тысяч. Бальзак заявлял, что этот добрый друг готов был даже дать ему взаймы 200 тысяч франков, чтобы предоставить возможность полностью рассчитаться с кредиторами. Но госпожа Бальзак и Лора Сюрвиль отговорили его. Это кажется маловероятным. Матушка утверждала, что Онере должен ей, считая и наросшие проценты, 57 тысяч франков. Фантастические счеты, ответил сын. Черная неблагодарность с твоей стороны, возразила мать. Вмешался кузен Сидио и добился полюбовной и справедливой сделки. Госпожа Делануа никогда не преследовала его. Супруги Гидобони Висконти не только не потребовали уплаты взятых Бальзаком 10 тысяч франков, но в 1846 году дали ему еще 12 тысяч, что не мешало ему в письмах Ганской сжигать то, чему он поклонялся, и называть цару Висконти старухой англичанкой. Правда, ему пришлось дать ей в качестве залога под суду акции северных железных дорог, принадлежавшие, впрочем, Ганской, и главное всячески успокаивать ревнивую пойку. Случай двойной бухгалтерии. С помощью Ганской и Фессара денежный вопрос мог бы стать менее острым, чем прежде. Будь Бальзак благоразумнее. Но он как будто нарочно навлекал на себя беду. Стоило ему услышать о какой-нибудь спекуляции, хотя бы самой рискованной, ему не терпелось пуститься в нее. Некий судовладелец решил дать своему новому пароходу имя Бальзак, и тотчас он подписался на два пая в его транспортном предприятии, то есть на 10 тысяч франков. Это принесет 40% прибыли, уверял он. А на деле о внесенной сумме больше и речи не было. Целыми днями он приторговывает дома и земельные участки, а так как предполагаемое обиталище нужно обставить с восточной роскошью, он покупает старинный сервиз китайского фарфора. Я заплатил за него 300 франков, а Дюма за такой же сервиз отдал 4 тысячи, да и 6 тысяч было бы не жалко отдать. Он нарочно едет в Руан посмотреть на резные панели черного дерева, которые просто даром отдают. Он приобретает по случаю стулья для маленькой гостиной во втором этаже, которую заранее называют зеленой гостиной, хотя ее еще не существует. Покупает красивое бюро для своей дорогой и два очаровательных шкафа наборной работы с цветочным узором. Я бродил три часа и купил желтую чашку, заплатил пять франков, она наверняка стоит все сто, такая прелесть. Купил чашку, преподнесенную кем-то тальма, голубой северский фарфор стиль ампир, богатейшая чашка, по фарфору от руки нарисован букет цветов, что, вероятно, стоило двадцать пять луидоров, луидоры по двадцать франков. Купил шесть стульей в роскошнейшей отделке великолепной наборной работы, из дерева выложены цветы и букеты, это для зеленой гостиной. Четыре стула оставляю, а из двух закажу сделать козетку. Дельные покупки. Да и стоит ли говорить о расходах? Кто может продержать у себя один год акций северных дорог? А это как раз наш случай получит по триста франков прибыли на каждую акцию. На сто пятьдесят акций это составит сорок пять тысяч франков прибыли. Одних уж этих денег хватит и на оплату дома, и на обстановку. Остается все же несколько черных пятен. Во-первых, эта особа, то есть госпожа Дебриньоль, она сама не знает, что ей надо. Подавая ей теперь мужа, она желает выйти замуж за Эльшота, довольно известного скульптора. Торговать марками она уже не хочет, дайте ей преданные. Будущую госпожу Эльшот Бальзак окрестил совой, воспоминания об ужасной Мегере из парижских тайн. Но сова еще раз переменила мнение. Не надо ей этого проклятого скульптора, заявила она. Такой урод, просто чудовище и к тому же любит девочек моложе тринадцати лет. Сова возвращается к намерению торговать почтовыми знаками, а получить патент на такую торговлю было очень трудно. Бальзак обращается за поддержкой к Джеймсу Ротшильду. Ротшильд кривлялся по обыкновению, спросил хорошенькая ли она и обладал ли я ею. Сто двадцать один раз ответил я, если хотите уступлю ее вам. А дети у нее есть? Вдруг задал он вопрос. Нет, но вы можете подарить ей ребеночка. Очень жаль, но я, знаете ли, покровительствую только тем женщинам, у которых есть дети. Нарочно сболтнул, чтобы увильнуть. Будь у нее дети, он сказал бы, что не может поощрять безнравственность. Ах, так ответил я. Вы воображаете, барон, что можете поспорить в хитрости со мной, я же акционер компании северных дорог. Я сейчас представлю вам счет, и вам придется заняться моим делом, так же, как железнодорожной веткой с прибылью в 400 тысяч франков. Вот как процедил он, если вы сумеете нажать на меня, я еще больше буду восхищаться вами. Я и нажму на вас, ответил я, напущу на вас вашу супругу, а уж она возьмет вас под надзор. Он рассмеялся и, раскинувшись в кресле, сказал, я изнемогаю от усталости, дела просто убивают меня, предъявляйте ваш счет. Итак, претензии совы не были удовлетворены, и разъеленная домоправительница грозилась отомстить. Вторая неприятность — семейные дела. Лора убедила Сюрвиле поехать в Испанию разобраться на месте, выгодное ли дело ему предлагают, а в его отсутствие снесло разливом мост через реку Ду, который Сюрвиль строил. Лора — это выдающаяся женщина и счастолюбие совершала ошибку за ошибкой. 1 января 1846 года вторая драма, на этот раз микроскопическая. По установившемуся обычаю, в первый день Нового года госпожа Бальзак, Лора и две ее дочери Валентина и Софи всегда приезжали в гости Конорре. На этот раз его навестили только племянницы. Я догадался, что это фокусы моей матушки. Я, одевшись, поехал к ней, как полагается. Принят я был весьма нелюбезно. Ей хотел сделать меня во всем виноватым. Вчера она сто раз говорила Лоре, вот увидишь, твой брат не приедет меня поздравить. И она встретила меня чуть ли не с ненавистью из-за того, что ее предвидения не оправдались. Что касается меня, то я твердо решил заезжать к матери только на Новый год, на ее именины, в день рождения и дольше десяти минут у нее не оставаться. А тебе достаточно лишь обмениваться с моей матерью и сестрой визитными карточками. В-третьих, Лиретта Боррель. Она требует свой вклад в общину и желает, чтобы Бальзак присутствовал при ее пострижении в монахине. А ведь это очень долгая церемония. Времени на нее уйдет не меньше, чем на четыре страницы рукописи. Эти мошенницы монашки воображают, будто весь мир вращается вокруг них. Но он смирился. Надо ведь, чтобы его дорогая жена и Анна были представлены на похоронах Андреэты Боррель. Впрочем, он не пожалел, что пришел. Поскольку я никогда не видел обряда пострижения, писал он Ганской. Я смотрел во все глаза. Все изучал, все наблюдал с таким вниманием, что меня, вероятно, принимали за человека весьма благочестивого. Церемония, кстати, сказать, внушительное и крайне драматическое. Я и сам взволновался, когда три постригающиеся бросились на земь, а их закрыли погребальным покровом, прочли над этими тремя существами, отрекающимися от мира, заупокойные молитвы, а вслед за тем они появились в подвенечном наряде, в венках из белых роз, и принесли обет быть невестами христовыми. После пострижения Бальзаку разрешили поговорить с Лереттой. Она была очень весела. «Ну вот, теперь вы невеста», сказал он ей, смеясь. В-четвертых, работа. Раньше она была счастьем, теперь воображение сдала. «Мне крайне трудно писать», жалуется Бальзак в письме Анганской. «Мысль не свободна, она больше не принадлежит мне. Вчера весь день на душе была такая ужасная тоска, а ведь надо кончить шесть листов, чтобы дополнить один из томов человеческой комедии. Глаза все время моргают, зрение так ослабело, что, работая ночью, Бальзак свой подсвечник натрит свечи, заменял пятисвечным канделябром. Так я за две ночи сжигаю свечей на полтора франка. Понятно, сударыня? Да дров выходит на два франка и на пятьдесят сантимов кофе, в общем, расходов на четыре франка за ночь. Вот как подорожали сказки тысячи одной ночи. С крестьянами дело застопорилось. Бальзак попробовал взяться за последнее воплощение его трена, четвертую часть блеска и нищеты куртизанок. Раз двадцать он начинал первую страницу, но она все не удовлетворяла его. Кстати сказать, книга разбухла. В ней уже не три, а четыре части. Третья часть вначале называлась «Судебное следствие». Чтобы ее написать, автору приходится заглянуть в тюрьму консержери. Читатели будут восхищаться красотами, которыми изобилует конец романа, но они созданы были позднее. В 1846 году дело продвигалось трудно. Газетные хроникеры заявляли даже, что Бальзак позабыт. «Что сталось с господами Сулье и да Бальзаком?» спрашивал 15 сентября 1846 года некий репортер в журнале «Юнивер» в статье «Новости литературного мира». «Талант вернется ко мне, писал Бальзак в Неаполь даме своего сердца, но вернется в тот день, когда женить бы избавит меня от неуверенности. Это не любовь, это навожжение». Во всяком случае, можно сказать, что мысль о союзе с Ганской всецело завладела им и лишала его воображения творческой свободы. Да если бы эта женитьба была твердо решена, но переписка между влюбленными полна ссор и упреков. Сестра Ганской Алина Манюшка написала Еве, что Бальзак расточитель, сумасброд, любитель свежего мясца. Ганская жеманно пишет Бальзаку, что ей страшно оказаться слишком старой для него. Она спрашивает, тебе нужны молодые девушки? Он отвечает, право, это уж чересчур. Ведь я боюсь только одного, что я уже недостаточно молод для тебя. Я хотел бы, чтобы мне было двадцать пять лет. Будь старой, сколько хочешь, только люби меня. Сова тоже изощряется в колкостях. Домоправительница моя сказала, «Ах, вы любите, вы любите, вы любите только самого себя». На прощание она старается выставить меня эгоистом. «И если бы вам предложили в невесты двадцатилетнюю девушку, у которой есть и титул, и сто тысяч франков годового дохода, вы бы с удовольствием женились на ней». Треже всего ответил я, «Такой девушки нет». «Весьма об этом сожалею, так как дальнейшие мои слова останутся недосказанными. А я хотел бы сказать, что если бы такая невеста существовала, будь она столь же хороша с собой, как мадемуазель де Дино, ныне госпожа де Костеллан, и будь она как сия красавица урожденная Толейран, да имея она даже сто пятьдесят тысяч франков годового дохода, я все равно бы на ней не женился. Так как за двоеженство ссылают на каторгу, а то и вешают. Влюбленный Бенгали утратил пылкость. Она угасла от множества трудов, мечтаний, хлопот, тревог и выпитых чашек кофе. Впрочем, так всегда бывает у животных. Сначала великий бунт, период пения у птиц, а когда зверьки увидят, что все бесполезно, они затихают и уже не подают голоса, как те собаки, которые в отсутствии любимого хозяина сперва поднимают адский шум, а потом скорбно умолкают. В феврале 1846 года Ганская пишет Бальзаку «Приезжайте в Рим, оттуда направимся по Флоренцию, из Флоренции проедем через нашу милую Швейцарию, через Женеву и Невшотель, устройте нас в Бадене и возвращайтесь в Париж, заканчивайте свои дела, пока мы будем лечиться на водах». Как же не ответить на такой призыв? Но, увы, когда Бальзак принял решение отправиться в Италию и сказал себе «Всегда успеется написать книгу, которой не можешь сейчас начать», в тот самый день, вверх незадачливости, выйдя от знаменитого портного Беессона на углу улицы Ришелье и Бульвара, он, перепрыгнув через канавку, разорвал себе связку на ноге. Ужасная боль поездку пришлось отложить на две недели. Наконец, около 20 марта он, благодаря заботам доктора Накара, своего преданного друга, уже мог ходить. При помощи барона Ротшильда и других влиятельных лиц сова получила патент на торговлю марками. Трупа бродячих акробатов могла возобновить свое турне. Бельбоке, обзаведясь новым гардеробом, мчится в Рим. Едет с друзьями на Барамейские острова, оттуда в Швейцарию, Гейдельберг и Франкфурт. Вместе с Надеждой вновь возвращается к нему страсть, и теперь он строит с женой множество планов на будущее. Ганская как будто уже окончательно решила выйти за него замуж. Они купят замок в Турене, будут жить в деревне большую часть года, снимут в Париже квартиру в предместе Сен-Жермен, и зиму будут проводить столицы. Возвратившись из поездки, он приступает к выполнению планов. Вот что он намеревается сделать. Купить на 80 тысяч франков, взятых из сокровища волчишки, акции северных железных дорог, поехать в Увре с Жаном де Маргоном и приобрести там имение, временно обставить дом кое-какой мебелью, которой он пользовался в своем холостяцком обиходе, а все недавно купленные старинные вещи приберечь для парижской квартиры. И так у него будет имение и 200 акций северных дорог. Прочитав о таком достижении, разве ты не восхитишься своим волчком? Ах, если бы удалось приобрести в Увре замок Монконтур, он как раз продается. Монконтур, о котором он мечтает уже 30 лет, очаровательный замок с башенками, красиво расположен на двух террасах над Луарой и весь отражается в ее водах. Монконтур, прекрасные виды, тенистые аллеи для прогулок и фрукты, и река у наших ног. И Базак, уже создает новую картину счастья. Шесть лет супруги ради экономии проживут в Монконтуре, но чтобы не заплесневеть в деревне, зимы будут проводить в Париже. Платформа турской железной дороги находится у ботанического сада, следовательно, поселиться надо в конце бульваров. Само собой напрашивается мысль о площади Руаяль. Базак поищет там квартиру, где окна выходили бы на юг и имелись бы три комнаты для слуг. Ах, какие благоразумные планы! Сколько у него рассудительностей! Из Германии пришли две вести, обрадовавшие его. Умер отец Георгом Нишика. Упокой, Господи, его душу! А все-таки после его кончины легче будет соединить браком жениха с невестой. И даже срочно надо это сделать. Пусть Ева поторопится, тогда ведь и она окажется свободной. Вторая весть переполнила его радостью и гордостью. Дорогая графиня беременна, и он виновник этого события. Итак, у Бальзака будет сын. Его назовут Виктор Оноре. Несомненный ребенок был зачат в Соляре между двадцатыми и тридцатым мая, когда путешественники проезжали через Швейцарию. Бальзак возносит благодарственный гимн. Дети любви не вызывают у матерей тошноты, беременность протекает легко, но берегись всяких осложнений, бедненький крошка Виктор Оноре. Какое мужество обретет Бальзак теперь, когда ему надо работать для трех волков для своего малыша. Вспомним, какое огромное место он всегда отводил в своих произведениях отцовскому чувству. Долги? Благодаря успеху он с ними справится. Я внимательно думал, что можно сделать в отношении романов, и считаю, что долги я перекрою рукописями. Скажем, нужно отдать 2500 франков. На это достаточно рассказа. Нужно 7500. Сочиним роман и напечатаем в Ла Прес. Профан может счесть неприличным манеру создавать произведения в зависимости от требований кредиторов и газет. Бальзак придерживается иного мнения. Какие могут быть претензии к гению? Разве станешь думать о таких вещах, когда нужно составить себе состояние заработать на кусок хлеба? Разве Россий не думал о славе, когда за 100 и кю писал севильского цирюльника? Так же, как я, когда писал физиологию брака, Россия не думала о куске хлеба, и мы сами себе в том признавались. Итак, Викторон Ре существует. Следовательно, родителям нужно вовремя пожениться, если они желают иметь законорожденного ребенка, а не побочное дитя, узаконенное последующим браком. Но по многим причинам предполагаемое время родов, опасность, угрожавшая поместью Ганской на Украине, сплетни, надо было совершить бракосочетание в тайне. Потом можно было бы утверждать, что оно произошло до беременности. Вон Ре пришла следующая мысль. Префект департамента Мозель, его однокашник по Вандомскому колледжу Жермо, а пост главного прокурора в Меце занимает его друг Делакруа. Если найти в Лотарингии какого-нибудь несведущего или снисходительного мэра, можно было бы скрыть вывешенное оглашение брака под чужими свадебными объявлениями. Но необходимо было достать метрические свидетельства жениха и невесты. Бальзак тотчас запросил в Туре свои документы. У Ганская было при себе только одно удостоверение личности, паспорт, составленный на русском языке. Пусть она побыстрее, под предлогом скорой свадьбы, Анны выпишет себе свидетельство о смерти своего мужа Венцеслава Ганского. «Свидетельство о смерти твоего отца и матери совершенно излишне, пишет ей Бальзак. Но твоя метрика необходима. Надо ее затребовать и во что бы ты ни стала добиться ее присылки. Ни в одной стране без этого документа нельзя пожениться». Однако Ганская родилась в 1800 году, а она молодилась, уменьшала свой возраст на 6 лет. Она не хотела признаться в этом Бальзаку. В 46 лет женщине неприятно признаваться в таком обмане, если только она не отличается веселым цинизмом, черта не свойственная Эвелине Ганской. Она предпочла окольный путь, решила родить втайне, доверить ребенка Бальзаку и уехать в Верховню. Метрика была не единственной причиной такого решения. Когда настала минута соединить на радость и на горе свою судьбу с судьбой великого писателя, у Эвелины Ганской возникли прежние опасения. Несомненно, любовник был ей по душе, но она боялась безумства будущего своего супруга. «Не правда ли я хороший счетовод?» твердил он ей. «Нет, он был плохой счетовод. Он столько говорил, что вверенное ему волчишкино сокровище священно, а между тем делал из него большие заимствования. Он хвастался своими биржевыми операциями с акциями северных железных дорог, а между тем эти акции катастрофически падали. Он гордо заявлял в письме, что все его долги погашены, а в следующем письме они возрождались. Большой расточительный ребенок утверждал, что все будет уплачено из его доходов и что волчишкино сокровище увеличится на 50 тысяч франков за счет прибыли с акций северных дорог, а если акции будут упрямо понижаться, он их скупит по дешевке и в конечном итоге выиграет. Граф Эрнест Ржевуский уже давно должен своей сестре Эвелине 25 тысяч франков. В конце концов он заплатит и волчишкино сокровище возрастет на эту сумму. А зимой Бальзак погасит все свои долги и у него еще будет своих собственных денег 20 тысяч франков. Словом, по мнению этого дотошного бухгалтера все идет прекрасно. И тут же он в минуту прозрения добавляет «О славный Ла Фонтен, как хороша твоя басня Перетта и кувшин с молоком!» Признание очень милое, но неутешительное. Напрасно он заклинал «Умоляю тебя, гони всяческие свои беспокойства и из головы, и из сердца. Никогда я не заключу ни одной сделки, о которой ты не могла бы сказать, это мне подходит. А то право твое письмо доставило мне огорчение, очень уж ты меня боишься. Я так уверен в будущем, что смеюсь над этими страхами, но я страдаю из-за твоих напрасных страданий». Напрасно или не напрасно, но Эвелина страдает, и, пожалуй, она права. Ведь в августе он благоразумно сказал, надо отложить всякое приобретение недвижимой собственности, а в сентябре купил дом номер 14 на улице Фортьюне в квартале Руль. Понравившееся ему название улица получила по имени Фортьюне Эмелен, когда-то красавица и законодательница Мот, владевшей на паях земельными участками, по которым была проложена улица. Особняк этот Бальзаку продавал некий Пьер-Адольф Пелетро. Бальзака восхитила возможность сделки из-под полы. Примечание дом Бальзака был снесен в 1890 году, улица Фортьюне теперь носит имя Бальзака, на углу улицы Бальзака и авеню Фридлянд в 1902 году поставлена статуя писателя работы Фальгьера. Если мы с господином Пелетро сойдемся на сумме 50 тысяч франков, то в договоре поставим только 32 тысячи, а 18 тысяч я заплачу ему через 3 месяца. Для обеспечения суммы, не включенной в договор, я дам ему в залог 50 акций северных железных дорог. Пусть Ева воздержится от сердитой критики, ведь он заключил превосходную сделку. Ремонт будет стоить 10 тысяч франков, следовательно, дом обойдется в 60 тысяч, а через 4 года цена ему будет 150 тысяч франков. Впрочем, говорит он с притворной скромностью, ведь это всего лишь хижина для влюбленных. В действительности же это особняк в 9 окон по фасаду, а вставлен он будет по-царски. «Ты сможешь спокойно принимать в нем свою кузину княгиню Делинь. В нее не найдется такой обстановки ни в одном из замков во всех поместьях княжеского рода Делинь. Это мебель из ряда вон выходящая». Дом, построенный позади часовни Сен-Никола, принадлежавший к приходу Сен-Филипп-Дюруль, составлял часть загородной резиденции Божона. Там, в царствовании Людовика XVI, генеральный откупщик Никола Божон, богач, финансист, распутник и филантроп, уже имевший дворец на Елисейских полях, построил себе павильон и мавзолей с куполом. Павильон предназначался для галантных празднеств. В часовне, посвященной небесному покровителю Божона, откупщик готовил себе усыпальницу, его там и похоронили. Бальзак писал Эвелине Ганской «Весь Париж устремляется на Елисейские поля. Если протянуть еще полгода, то дом, который я ныне покупаю за пятьдесят тысяч, поднимется в цене до ста тысяч, особенно если Луи Филипп будет жив, так что колебаться нечего. Я смотрел часовню, она очень красива. Это пантеон в миниатюре, в ней покоится Божон. Новый квартал Божона начал застраиваться на территории парка, разрезанного на участки. Художников Гюдена, Жиро, Ле Мана привлекали туда тени прохлады. Будущий особняк Бильбоке отличался довольно странной архитектурой. Фасад двухэтажного дома был вытянут вдоль замкнутого оградой двора, на улицу же выходила только торцевая стена в два окна. Потолки были низкие, садик маленький, но Бальзака прельщал романтический вид этого хорошо укрытого гнездышка. Она такая же таинственная, столь же спрятанная, как моя квартира в Пасси. Тут при желании может жить инкогнито женщина, так как Бажон устроил в доме потаенные апартаменты, специально предназначенные для дамы. Она может тут жить невидимое, для всех, и все видеть, все слышать. Откупщик Бажон охотно переходил от дел мирских к религиозным. Павильон его именовался Каприз, а спальня хозяина сообщалась с хорами часовни, так что Бажон стал с постели, мог слушать мессу, которой служил священник. Бальзак не приминул указать своей набожной возлюбленной на это небесное преимущество. Могу тебе сказать, что именно заставило меня купить этот особняк. Хотел сделать тебе сюрприз. Твои религиозные привычки и твое благочестие «Самое для меня прекрасное в твоем внутреннем мире, моя любимая». А дом, который я купил, примыкает к часовне Сен-Никола, приписанной к приходу Сен-Филипп-де-Руль. Построил ее Бажон и по завещанию передал приходу, оговорив для своих людей право входить в часовню через нижние двери, а для себя пользование великолепными храмами, куда можно попасть прямо из комнат. Ты будешь проходить из своей спальни на церковные хоры. Вот ангел мой, что побудило меня купить этот особняк. Перед ним разбит сад, а позади него красивая часовня. Право пользования ею оговорено вкупчей, и другого такого дома не найдешь во всем Париже. Поспешная покупка особняка, когда долги еще не были уплачены, дорогостоящий ремонт запущенного дома, в котором его прежний хозяин спекулянт Пелетро никогда не жил, необходимость установить с большими сдержками колорифер для борьбы с сыростью, вредивший прелестной стеной росписи, отсутствие конюшни, сарая и помещения для привратника, службы, имевшиеся в этом загородном доме Божона, были еще раньше проданы художнику-маринисту Теодору Гюдену. Все эти нелепости очень раздражали Ганскую. Для успокоения своей разгневанной Евы Бальзак опять заговорил о часовне. Бесподобные церковные хоры стали повторяющейся темой в его письмах к чужестранке. 4 октября 1846 года. После проверки оказалось, что ты будешь единственной в Париже, помимо королевской семьи, кто имеет в своем распоряжении церковные хоры. Нужны были миллионы Божона, чтобы предоставить ему это королевское право. Госпожа де Маргон при жизни своей заплатила бы за такое преимущество 100 тысяч франков. 8 декабря 1846 года. Подумать только! Моя прелестная жена сможет приходить из своих комнат и верхних и нижних на свои собственные хоры в часовне и слушать там богослужения. Я просто ошеломлен, ведь это единственный в Париже дом, пользующийся подобным королевским или княжеским правом. Бальзак признавал, что снаружи дом довольно неказист, смахивает на казарму, а поэтому он намеревался собрать там столько диковинок, что его особняк станет похож на дворец из тысячи и одной ночи. Он уже посылал Ганской, приходившей в ужас от его намерения обставить десять комнат, планы архитектора Санти и бесконечные списки с перечнем необходимых гобеленов, стенных часов, китайских ваз, люстр, картин. Это все фантазия некоего оноре, которому хочется, чтобы все вокруг него было прекрасно, достойно тех чувств, какие воссияли в его душе, достойно красоты его Евы, которая уже четырнадцать лет является его грезой. Осторожней! Как страшно взять мужья человека, принимающего такие разорительные и несвоевременные решения. Да еще будет ли он хранить супружескую верность? Он ведь не всегда ее соблюдал. И возлюбленная удивляется, почему сова все еще живет на улице Бас. Бальзак оправдывается. Сова ведет его хозяйство, вот и все. Она проявляет ловкость во всех сделках, служит подставным лицом. Но совершеннейшая правда, что она угрожает ему всякими неприятностями. Следует ее выгнать, однако для этого нужно бросить ей в физиономию 7500 франков, а у Бальзака таких денег нет. Я из-за вас никогда замуж не выйду. Вы меня за самую последнюю считаете, плакалась сова. Потом она заболела холерой от того, что объелась дыней, что вызвало у нее кровавую рвоту. Бальзаку пришлось ухаживать за больной. Жизнь холостяка бывает иной раз ужасна, но со стороны Евы несправедливо попрекать его экономкой, ведь он работал день и ночь и поневоле оказался в положении ребенка, которому нужна няня. Вот почему эта дрянь стала незаменима, а вовсе не по той причине, которую подразумевает Эвелина. Я очень хотел бы, чтобы она вышла замуж и убралась из моего дома. Это так и будет, когда я вернусь. Когда он вернется? Ведь он считает нужным отправиться в Германию, чтобы присутствовать на свадьбе Грен-Гале и Зефирины, но уехать из Парижа он сможет лишь после того, как напишет множество страниц, которые ждет столько газет. В Ла-Прес он обещал дать продолжение крестьян, и чтобы добиться отсрочки, ему приходится ухаживать за толстой дельфиной де Жерарден. Она приглашает его на обед в обществе Ла-Мартино, и Бальзак делает поэтому комплименты по поводу его политической деятельности. Но какая же она развалена с физической стороны? Ему 56 лет, а на вид по меньшей мере 80. Полное разрушение, конченый человек, едва ли он проживет несколько лет. Его пожирает честолюбие, а дела идут плохо, пишет Бальзак Эвелине Ганской. После этой встречи Ла-Мартин прожил 23 года, а Бальзак только 4. Работу, которую он должен был закончить, прежде, чем поехать в Германию, испугало бы любого другого писателя. Вот что я собираюсь написать. История бедных родственников. Старик Понс, это составит 2-3 листа для человеческой комедии, потом Кузина Бетта, 16 листов, потом Злодеяние Королевского прокурора, 6 листов, всего же 25 листов или 20 тысяч франков, считая газеты и книжные издательства, потом Закончу Крестьян, Все это покроет мои долги. Впрочем, сюжеты, которые я буду разрабатывать, мне нравятся, и работа пойдет чрезвычайно быстро. Мне нужны сейчас деньги, в книжных издательствах дела застопорились. Надо было также выполнить некоторые обязательства по отношению к родным. Столкновений с матушкой больше не было с тех пор, как добропорядочный стряпчий седеё стал буфером, предотвращающим ссоры. Бальзак встретил мать на улице Вивьен, и она с необычайным для нее жаром расцеловала сына. Лора навесила брата и рассказала, что для Софи нашли жениха, просто идеальную партию. В качестве приданного Суженый готов удовольствоваться акциями компании по постройке того моста, который Сюрвиль заканчивает сейчас на юрской возвышенности. Жених богатый человек, он находит, что его Софи красавица. Он владелец крупного предприятия по поставке балок и прочих лесных материалов. У него и земли, и дома, и капиталу. Я сказал, соглашайтесь, в наше буржуазное время в палату скорее пошлют лесоторговца, чем Ламартина. Только смотрите, не тяните, будете тянуть, свадьба расстроится, так всегда случается. Это будет четвертый брак, первый Сова, второй Анна, третий мы с тобой, четвертый Софи, ну и год. Ну и год, богатый свадьбами, скудный трудами. Молчание Бальзака радовало его врагов. А у него всегда их было достаточно. Одни ненавидели его, потому что завидовали, другие возмущали его манеры, а некоторые не могли ему просить его гениальности. затишье. в творчестве Бальзака недруги приписывали оскудению его таланта, а также газетным фильеттоном. На эту неблагодарную и банальную работу господин де Бальзак истратил весь свой талант и наблюдательность, свой дар смелого проникновения в жизнь, благодаря которым ему прощали все его безвкусицы и все недостатки в стиле. Но вот он совсем выдохся, писал в 1846 году некий Демазад в журнале Review de De Monde. Единственным неопровершимым ответом мог бы оказаться новый шедевр. Но есть ли еще у Бальзака силы создать шедевр? Сил бы хватило, если бы только внешний мир Мир это бочка усаженная изнутри перочинными ножами. Бальзак Долгое время Бальзак способен был на многие недели забывать о внешнем мире и отдаваться своим писательским замыслам. В самые трудные дни он укрывался от житейских забот то в Саше, то в Буланьере, то в Афропеле и вновь обретал там счастье творчество. Но к концу 1846 года и уединение уже не помогало. Бурный поток мыслей иссякал, чистые листы бумаги лежали нетронутыми. «Нам нужно наконец быть вместе», писал Бальзак Эвелине Ганской. «На душе у меня тоскливо». Павильон Божона, отданный в распоряжение архитекторов и подрядчиков, требовал надзора. Будущее существование Виктора Оноре возлагало на отца обязанностей. Когда становишься отцом семейства, ничего нельзя делать вслепую. Поэтому Бальзак посвящает целые дни, отнятые ему человеческой комедией, изучению планов, чертежей и смет. В конечном итоге на отделку особняка потребуется 12 тысяч франков. Прибавить к этому сумму, заплаченную за дом, стоимость обстановки, и все вместе составит 77 тысяч франков. Ничтожная сумма за такой особнячок самый лучший во всем Париже. По внутреннему убранству, разумеется, так как снаружи у него так и останется несколько казарменный вид, но года через 4 цена ему будет огромная. Слава Богу, убыток с жарди покроется. Иметь собственный дом это еще далеко не все. Нужно его обставить и украсить. На это Бальзак решил употребить всю мебель, все вазы, все фаянсовые блюда, которые он накупил во время своих путешествий. Все, что ты называла моим сумасбродством, оказалось мудростью, убеждает тунганскую. Он слишком рассудителен и не станет заказывать красивые библиотечные шкафы, но считает себя вынужденным купить смирнские ковры. Всегда гораздо экономнее покупать хорошие и прочные вещи, и я это прекрасно понял. Экономия, благоразумие, рассудительность, теперь у него только эти слова на языке, и они служат оправданием безумных трат. Нам нужно повесить занавески на 19 окон. Считая по 300 франков на каждое окно, подумай, куда это нас приведет. Но если сделать временные занавески, это обойдется в 2 трети той суммы, которой будут стоить хорошие гордины. Итак, нужно купить гордины на веки вечные. Что это безрассудство? Ведь деньги тратятся тут не на кокоток, не на табак, не на путежи. Как же не купить постельных принадлежностей и белья? Если ты найдешь красивые наволочки, не забудь, что нужно по дюжине наволочек на каждую постель. Наволочки желательно украсить вышитой каймой и вышивкой по углам. В Германии вышивает лучше, чем во Франции, а для тебя наволочки здесь отделают кружевами. Простыни, салфетки, тряпки. Этот почтенный отец семейства беспокоится обо всем, все предусматривает, все покупает, все копит. Рукоятки к цепочкам для спуска воды в наших уборных сделаны из богемского хрусталя зеленого цвета, сообщает он Ганской. И он никак не может понять, почему его кумир тревожится. Да почему же? Через полтора месяца они поженятся и поселятся в своем доме. Он успел съездить в МЭЦ, повидался с префектом, все идет хорошо, подыскали скромного послушного мэра. Драгосочетание произойдет в его мэрии в ночное время. Свидетелями будут сын доктора Накара и префект Жермо, а затем супруги получат благословение церкви от епископа в МЭЦ или от приходского священника в Паси. Мы спасены. Но если бы ты знала, «Какие трудности пришлось преодолеть и сколько славных людей я встретил? Нарушения установленных правил будут ничтожны и нам выдадут превосходное свидетельство о браке». Разумеется, если бы она могла устроить так, чтобы бракосочетание произошло в Висбадене или в Майнце, тайна сохранилась бы еще лучше. Чего боится Авелина? В ее письмах чувствуется какое-то смутное недовольство всеми его хлопотами. И от этого ему ужасно грустно. Неужели ее беспокоит денежный вопрос? Да стоит ему месяц поработать и все уладится. Бальзак по-прежнему верит в будущее, но факты упрямая вещь, и с ними трудно спорить. Книги его не закончены, издатели требуют показать им рукописи, прежде чем оплатить их, подрядчики не желают ждать, матушка жалуется, а сова вопит. Чтобы купить дом, пришлось тронуть волчишки на сокровище. Оно уже состояло только из акций северных железных дорог. Если бы курс акций поднялся до тысячи франков, какое было бы счастье. Но курс наоборот падает с дьявольским постоянством. Он уже на 200 франков ниже номинала. И Бальзак не хочет продавать их с убытком. Конечно, было бы лучше продать их по 750 франков и снова купить по 600 франков. И дело тут не в том, что непогрешимый провидец ошибся, а просто северные железные дороги, предприятия само по себе превосходные, захвачены общим экономическим кризисом. Люди боятся войны, боятся, что Луи Филипп умрет. Бальзак не очень-то любил этого короля, однако же он полагает, что для финансовых дел в стране смерть Луи Филиппа была бы катастрофой. К тому же за акции еще полностью не уплачено, остается еще внести 28 тысяч франков или же продать их с убытком. Бальзак умоляет Эвелину помочь ему предотвратить удар, послав необходимую для взноса сумму. Она довольно грубо отвечает, что ни сейчас, ни в дальнейшем это для нее невозможно. Как же быть? Он занимает деньги у Ротшильда под залог акций. Жизнь печальна. Увы, Эвелина Ганская потеряла доверие к нему. Она пишет, делай что угодно с теми деньгами, которые я тебе дала, милый Норе, но не разоряй меня. Какая несправедливость! Он не видит оснований жалеть о какой-нибудь из своих финансовых операций. Брони меня, когда я виноват, и не брони, когда я поступаю хорошо. Но она только и делает, что бронит его. Теперь ее страшит мысль вступить с ним в брак. Все равно где, в Мецце или в Майнце. Она хочет отсрочить свадьбу, по крайней мере, на год. Виктора она родит в тайне и в случае нужды родители признают его в брачном договоре своим ребенком. Какой удар! Твое решение странным образом меняет мои планы. Я мечтал о счастье, а оно отдаляется по меньшей мере на год, а то и на пятнадцать месяцев. Отчего же принято это жестокое решение? Помимо затруднений, связанных с законами, с семейными и светскими связями, Еве страшно соединить свою судьбу с судьбой человека, который считает себя воплощением здравого смысла, но так часто кажется совсем лишенным его. Разве Бальзак не сообщил ей в самый разгар своих финансовых бедствий, что хочет купить за 24 тысячи франков прекраснейшую коллекцию книг о театре? Выгоднейшее приобретение и оплатить его можно с рассрочкой в 4 года, что составит всего лишь 6 тысяч франков в год, сущий пустяк. Но ведь этого пустяка у него нет. Когда он просит свою дорогую графиню привезти из России для их брачного ложа с колонками горностаева и покрывала, она наотрез отказывает. Крупная помещица возмущена, видят такие безумства. Знаешь, пишет он ей, у меня скоро лиси сделать для Генриха Второго. «А на кой черт этот музей?» спрашивает Лиддида. «То Екатерина Медичи, то Генрих Второй. К чему эти выдумки?» Все как будто вступает в заговор против немедленного заключения брака. 5 октября Бальзака посещает господин Жормо, префект Меца, и старается доказать ему, что бракосочетание, совершенное в департаменте Мозель, не удастся долго держать в тайне. Несомненно, префект настроен дружески, но как человек осторожный, вероятно, поразмыслил над тем, что он и сам кое-чем рискует при этих нарушениях, гражданского кодекса. К тому же, ввиду опасностей, грозивших украинскому поместью в том случае, если бы царь узнал о тайном браке его подданной с иностранцем, все юристы полагают, что лучше подождать, когда госпожа Ганская вернется в Польшу и вступит во владение наследством, оставшимся после ее покойного мужа. По возвращении она сможет свободно заключить второй брак. Бальзак, в конце концов, и сам с этим согласился. Раз ты держишься от такого мнения, то я теперь так думаю. А у себя на родине она для упрощения дела пусть передаст свои земельные владения анимнишек. Что касается меня, то я меньше всего на свете думаю об этих землях. Повторяю тебе, я своими собственными трудами составлю состояние, достаточное для нас обоих. В 1847 году я заработаю 100 тысяч франков, написав следующие вещи. Во-первых, окончание Ватрена, во-вторых, ван Дейци, в-третьих, депутат от Арси, в-четвертых, солдаты республики, в-пятых, семья, человеческая комедия будет переиздана, за шесть лет труда я сделаю столько же, сколько сделал в Пасси, это даст 500 тысяч франков. Однако же надо было прервать на несколько дней этот грандиозный труд и поехать в Висбаден, чтобы присутствовать в качестве свидетеля на свадьбе Георга и Анны. Поездка дала ему возможность провести во Франкфурте незабываемую ночь любви с белоснежной и пышной чаровницей. Он сам составил сообщение о браке молодых мнишиков и, вернувшись в Париж, отнес его в Мессаже и в редакции пяти других газет. Нам пишет из Висбадена. Сегодня, 13 октября, в католической церкви города состоялось бракосочетание одной из богатейшей в Российской империи невест графини Анны Ганской с представителем старинного и знаменитого дома Вандалиных графом Георгом Мнишиком. В числе свидетелей был господин Дебазак. По линии матери урожденной графини Ржевузской новобрачной является праправнучкой королевы Франции Марии Лещинской, а Георг Мнишик правнуком последнего короля Польши и прямым потомком знаменитой и несчастной царицы Марины Мнишик, жизнь которой описана герцогеней Добрантес. Примечание. Королева Франции Мария Лещинская, дочь польского короля Станислава Лещинского, жена французского короля Людовика XV. Эта заметка, весьма лестная для самолюбия одного из свидетелей бракосочетания, рассердила сестру Ганской Алину Манюшко, когда та прочла ее в Париже и вызвала ироническую отповедь с ее стороны. «Она мне сказала, что рот ваш вымерший, разорившийся, пришедший в упадок и так далее, и заметка не соответствует действительности. Просто ужасно, как твои близкие походят на моих». Эта снотворная Алина все допытывалась, правда ли, что ее сестра собирается в скором времени второй раз выйти замуж. Бальзак осторожно ответил, что он очень хотел бы этого, но что ничего еще не решено. А, впрочем, если бы это произошло, то его личное состояние, свободное от всяких долгов, составляло бы 300 тысяч франков. До 100 тысяч в год он зарабатывает своим пером. На это Алина помрачнев ответила с тяжким вздохом, «Так значит, моя сестра сделала бы в смысле денег превосходную партию, настоящая сцена из комедии. Однако богатый жених ума не приложит, как и где ему достать денег, чтобы заплатить за особняк, за его ремонт, за мебель, за реставрацию резных панелей, росписи и обоев и стесненной кожи. А курс акций северных железных дорог все понижается. В небе, затянутым черными тучами, иной раз возникали просветы. Георг и Ана писали Бальзаку письма, и их счастье умиляло его. «Графу и графиня Мнишек 23 октября 1846 года «Мои чудесные, прелестные, миленькие, дорогие мои, влюбленные акробатики» и папаша Бельбоке подает в отставку. Ведь Гренгале подрос, да и Зеферина стала самостоятельной особой. В пьесе она выходит замуж за отвратительного Дюканталя. Но мы все это переменили, как говорит Мольер. Зеферина обрела счастье с Гренгале, с Гренгале сфинкса крылым, чешуи крылым, жесткокрылым, допотопным, но, надеюсь, неископаемым. Хочу сказать вам, как меня трогает свидетельство дружеской приязни, которым служит ваше письмо, ибо оно написано в ту пору, когда у двух таких очаровательных супругов, как вы, не достаёт времени и для самих себя. Ещё один луч солнца. Ротшильд дал взаймы 18 тысяч франков для уплаты за дом. И, наконец, а это самое главное, Бальзак снова может работать на полную мощность. Романы кузина Бетта и два музыканта продвигаются быстро, а за ними последуют крестьяне и мелкие буржуа. Сила ему придаёт радостная надежда, что скоро он расквитается с кредиторами, заплатит за дом и спасёт кассу. Но какой это адский труд! Примечание Два музыканта название первого варианта романа Кузен Понс 1847 Ах, мой волчишка, ты не знаешь, что значит сочинять книгу за книгой. Хорошо читать их, если они хороши, но написать восемь книг подряд это труднее, чем выиграть сражение под Йеной. Помолись за меня, Господу Богу, попроси, чтобы всегда у меня на кончике пера были мысли, как постоянно будут на нём чернила. А ведь мне нужны не только мысли, нужен ещё и стиль. Будут у него и мысли, и стиль. Массовое издание человеческой комедии поможет ему вновь завоевать публику. Он испытывает подъём от того, что судебное следствие имеет успех. Подул попутный ветер. А тут ещё начала печататься фильетонами кузина Бетта и раздаются единодушные восторженные крики «Вот шедевр!» Бальзаки сам удивлён. Я и не думал, что кузина Бетта так получится. Ты увидишь там сцены, лучше которых я ещё не создавал за всю свою литературную деятельность. Впечатление у публики огромное в мою пользу. Я победил. Теперь всё пойдёт прекрасно. Волчок и волчишка будут счастливы и богаты. О, 1847 год будет потрясающим. Уже несколько месяцев Бальзак поглощён исправлениями и пределками человеческой комедии. Теперь, когда он может посвятить творчеству всё своё время, он напишет за год 20 романов и 3-4 театральные пьесы. И вдруг грянул гром. Эвелина тяжело заболела и слегла в Дрездене. Доктора предписали ей лежать неподвижно, если она хочет сохранить ребёнка. Бальзак в ужасе бежит к доктору на кару. Тот успокаивает его. Конечно, госпожа Ганская напрасно тронулась в путь до истечения пятого месяца беременности, но всё ещё может обойтись. Увы, не обошлось. Ребёнок, родившийся до срока, тотчас умер. Бальзак Горио, обманутый в своих надеждах, плачет. Первым его побуждением было помчаться к ней, но разве это возможно? Пришёл срок нового взноса за акции северных железных дорог, значит, сиди за письменным столом. Рухнули великие надежды. Я уже так полюбил своего ребёнка, который родился бы от тебя. В нём была вся моя жизнь. Поверь мне, крушение материальных дел сущий пустяк. А вот теперь наше соединение награда за жизнь исполненной труда и лишения едва начавшееся счастье, всё теперь остановлено, отсрочено и, может быть, погибло. Но в конце концов ты мне осталась, ты по-прежнему любишь меня. Вот за что я должен благодарить Бога, опять взяться за работу и ждать, снова ждать. Он ждал уже тринадцать лет, а теперь ещё и думал, что сам оказался невольным виновником большого несчастья, сначала в Солере, когда зачал ребёнка, а затем в Избадене, посоветовал своей Еве поехать в Дрезден вместе с молодыми супругами Мнишиками. Никогда себе этого не прощу, ведь несомненно эта тряска толчки в поезде и вызвали ужасную беду, убившую столько надежд и счастья, не говоря уже о твоих страданиях. Лечись хорошенько, ведь эти болезни очень коварны, так как приводят к страшным последствиям, с которыми трудно справиться. Слушайся, доктор, не выходи из дому, не волнуйся, не тревожь себя никакими заботами. Никакими заботами? Почему же он сам-то не следует своему совету? Ничто меня больше не занимает, ничто не радует, ничего мне больше не хочется. Вот уж не думал, что можно так полюбить зачаток существования, но ведь в нем была ты, в нем мы были оба. Мрачные мысли стирает все остальные и сказал себе, я не могу съездить в Дрезден, иначе я потеряю двенадцать дней труда, он проводит эти двенадцать дней, отдавшись черным думам. Мозг его подобен теперь измученному загнанному коню, который упал и лежит без сил, не чувствуя ни хлыста, ни шпор. Эвелина поручила Анне написать ему, что волнение встречи с ним было бы для нее роковым. В два часа ночи он смотрит на огонь, тлеющий в камине, и, думая о ней, спрашивает себя, почему нет письм. Наконец, письмо приносит ему некоторое облегчение. Виктора Онере не было, родилась и умерла девочка. Ты не ослабила моего горя из-за тех мук, которые причинили тебе ужасное несчастье, но мои сожаления уменьшились, потому что я очень горячо хотел Виктора Онере. Уже Виктор Онере не покинул бы свою мать и был бы возле нас двадцать пять лет, весь оставшийся нам срок жизни. Ледеда поговаривает теперь о том, что ей пора вернуться в Верховню, чтобы навести там экономию и восстановить Волчишкино сокровище. Нет, единственное сокровище это она сама. Если они не поженятся в июле 1847 года, Бальзак за себя не ручается. Горе меня сгложит или я сам наложу на себя руки, чтобы покончить с такой жизнью. Тоска в самом деле подтачивает его здоровье, и он теперь так похудел, что на него страшно смотреть. Помимо душевных мук есть и еще беда. Его упорно преследовали парижские завистники, угрожавшие его счастью. Свет оказался бочкой, усаженной изнутри перочинными ножами, о которых говорится в сказках Перо. герцогиня Докастрии, хоть она и стоит на краю могилы и похожа на разубранную покойницу, поворачивает один из этих ножей в сердечной ране Бальзак. Она коварно заводит разговор о некой графине Мнишек, польке, задававшей балы в годы Наполеоновской империи и кокетничавшей с герцогом Демойе. Знаком ли с ней Бальзак? Он делает вид, что не знает такой дамы, а когда упоминается имя госпожи Ганской, восклицает на ведье пятьдесят восемь лет, и она уже бабушка. Тогда Анриата Докастри начинает расспрашивать его об особняке Божона. «Говорят, это безобразный дом». «Просто ужасный», ответил я. «Форменная казарма, а перед ним садик в тридцать футов шириной и в сто футов длиной, двор похож на тюремный. Но что поделаешь, меня прельстили уединенность, тишина и дешевизна». И когда она поверила, что я устроился очень плохо, что я никогда не женюсь, и что я опять пущусь во всякие безрассудства, она стала обворожительно любезна. «Вот тебе и старый друг». Что касается Дельфины Дежерарден, то и ходившие о Бальзаке слухи вызвали приступ кокетства. Победа над чужестранкой подняла в ее глазах престиж Бальзака. Когда он пришел к ней в гости и по чисто писательской заинтересованности завел с ней долгую беседу о трудном начале ее супружеской жизни, она вообразила, что он питает к ней нежные чувства. Она попыталась разыграть сцену из его рассказа «Силуэт женщины». Бальзаку нужны были лишь материалы для романа Беатриса, а Дельфина Дежерарден решила, что он ухаживает за ней. Ева может быть совершенно спокойна. Как ни соблазнительны донжуанские замашки, но госпожа Дежерарден стала просто отвратительна, однако ж он сопровождал ее в театр, и она тоже заговорила с ним о его женитьбе Наганской. Вот что я ответил ей. Это было бы для меня так прекрасно, что я могу лишь надеяться, но не верить в это. 14 лет я люблю только одну эту особу благородной чистой любовью. Я прежде всего ее друг и до такой степени, что готов проехать полторы тысячи лье ради того, чтобы выполнить какой-нибудь ее каприз, и желал бы, чтобы у нее побольше было капризов. Я знаю, что если мы не поженимся, она ни за кого не выйдет замуж. Быть ее другом этого достаточно для меня. Я гордился бы этим всю жизнь, но если бы она мне сказала, а я какого-то князя, я бы через десять дней умер. И тщеславие тут ни при чем, ведь четырнадцать лет она вся моя жизнь. Вот и все. Уже давно ни состояние, ни имя, ни прочие вульгарные приманки, пленяющие мужчин, не играют тут никакой роли. Я питаю рыцарское высокое чувство любви и, надеюсь, мне отвечают взаимностью, тому порукой глубокое благочестие этой дамы. Если бы она лгала мне в ответ на мою дружбу, я потерял бы веру в Бога. Вот истинная правда о том романе, который сочиняет в свете. Не известно, что болтает обо мне, ровно ничего не зная. По видему, мои слова ошеломили ее, она смотрела на меня странным взглядом. Я кажусь очень веселым, остроумным, даже легкомысленным, если хотите. Но все это ширма, скрывающая душу, неведомую свету, ибо ее знает только она. Я пишу для нее, я ищу славы ради нее, она для меня все и публика и будущее. Вы объясняете мне, как была создана человеческая комедия. Подобный монумент можно воздвигнуть только так. Несомненно, писатель старательно выправил подлинный текст разговора для показа его своей возлюбленной. Однако ж Дельфина и газета Ла Пресс строили против него козни в Академии. Ему приходилось держать себя осторожно с супругой Жерардена. А кроме того, он боялся нескромной болтовни, которая могла бы разжечь претензии его кредиторов. Теофилю Готье, восхищенному великолепным убранством особняка Божона, он с лицемерным ханжинским видом сказал, «Я теперь еще беднее, чем прежде. Все это мне не принадлежит. Я обставил дом для одного друга, который должен приехать. Я только сторож и привратник этого особняка». С тех пор, как Ева задумала возвратиться на Украину, начался спад его творческой энергии. Бальзак больше не может написать ни строчки. Он сидит целый день за столом, как наказанный школьник, и не в силах извлечь из своей головы ни единой мысли, хоть и пьет черный кофе чашку за чашкой. Вместо того, чтобы писать романы, он читает чужие романы, и среди них ему попадается настоящий шедевр — чертова лужа Жорж Санд. «Я все надеюсь», пишет он Ганской, «что вот с минуты на минуту выскочит пробка, остановившая поток мыслей в мозгу». Погода в декабре 1846 года стоит ужасной. Дождь, снег, на сердце тяжело, ничего на ум не идет. Вальзак все мечтает о своем гнезде, и ему кажется, что во всем Париже не найдется гостиной, которая своему бранству могла бы сравняться с гостиной в доме Бельбоке. Стены в ней обшиты великолепнейшими резными панелями, покупка которых избавила его от расходов на штофные обои. У нас с тобой, двух безумцев, будет очень скромный домик, зато обстановка в нем будет восхитительная. Тебе должно быть смешно, что великий творец грандиозной человеческой комедии до такой степени пристрастился к меблировке своего дома и прочим подобным делам, что непрестанно о них думает и говорит да вновь и вновь принимается за одни и те же подсчеты, как лафонтеновский башмачник, прикидывший, куда он истратит свою сотню икю. Но что поделаешь, волчишка, ведь это для нас с тобой. Для нас с тобой, однако для этого надо, чтобы Ева вернулась в Париж. Жить в особняке Божона ей пока неприлично. На Бальзак снимет для нее меблированную квартиру с садом в районе Елисейских полей. Примечание «Как лафонтеновский башмачник» имеется в виду басния Лафонтена «Башмачник и финансист». Став обладателем сотни икю, башмачник утратил былую радость в жизни и думал только о деньгах. Она может, если захочет не раскрывать своего инкогнито, только пусть приезжает. Разлука с ней для него смерть. Но Ганская все продолжает жаловаться на безумные расходы. Когда Бальзак получает из Дрездена грозное письмо касательно бережливости, он задается вопросом, кто эти злые и глупые люди, чьим советом об осторожности следует его Ева. «Ах, волчишка, если бы ты не была в своем письме такой прелестной, такой любящей матерью, я мог бы пожаловаться, что ты проявляешь оскорбительное недоверие ко мне. А ведь мне 48 лет, у меня уже пробивается седина, я хочу иметь состояние, я ищу способов к этому. Я не желаю, чтобы повторилась история с Жорди и никакая другая ошибка, а ты воображаешь, будто я, очертя голову, пущусь в прежние глупости. Ты превращаешь меня в старого ребенка, в поэта полного иллюзий. Будь спокойно, дорогой мой волчонок, больше найдется людей, которые считают меня скупым, чем таких, которые видят во мне расточителя. Ему не удалось убедить ее. После Бажона будет Монконтур, все начнется с сызного. Я полюбила неисправимого расточителя. Он отвечает, а я полюбил милейшую особу, которая очень легко верит всему дурному и быстро на расправу. Но я уверен, что будущее отомстит за меня, когда ты увидишь, что я сделался с Капидомом. Впрочем, если она возвратится на Украину, он последует за ней. Что его может удержать во Франции? Уж конечно не слава и не меблировка дома. Он за месяц все ликвидирует и уедет с огромной радостью, с глубоким равнодушием ко всему, что не имеет отношения к ней. Я даже не закончу крестьян, Боже мой, да я не напишу больше ни единой строчки. Я стану мечтателем и счастливейшим человеком в мире. Буду собакой или мужиком моего волчонка, всегда буду близ тебя, не расставаясь с тобой. Чего она ждет? Чтобы он состарился? А все-таки жаль, что она не увидит особняк Божона. Все принимает достойный вид. Закончили мастить двор, проложили тротуар, заасфальтировали дорожки в саду, ставят теперь на фасаде лепные украшения. Мы и снаружи не будем такими уж безобразными, как я полагал. Скоро начнем сажать, сеять, подстригать газон, устроим на стенах трильяжи для зелени. Пусть в раю моей Евы все будет в полном порядке, пусть она не говорит, что Норе упустил то или другое. Художник подкрашивает купол, Эдуэн освежает стершуюся роспись, через три недели особняк будет неузнаваем. А если б ты знала, сколько я накупил белья, просто ужас. Четыре дюжины простыней для прислуги, сто тряпок, двенадцать дюжин салфеток и так далее, и так далее. И пусть не мучает мысль, как оплатить все эти чудеса. В Санкт-Петербурге она говорила ему с лукавым и гордым видом, будь спокоен, ты женишься не на какой-нибудь бесприданнице. Прекрасно, он теперь может ей ответить, будь спокойна, ты выйдешь замуж не за какого-нибудь голодранца. В 1850 году он заплатит все свои долги, и Волчишкино сокровище будет в целости. Купленный особнячок поднимется в цене до 300 тысяч франков, у Бальзака будет 16 тысяч франков дохода, из которых 6 тысяч ему предоставит французская академия. Частенько бывало, что Ева покачивала головой и смеялась над его финансовыми мечтаниями, но на этот раз все высчитано с математической точностью. Сьекль скоро переиздаст самые его знаменитые романы. В свою очередь и Конституционель собирается еще раз напечатать его произведение, имевшее успех. Человеческая комедия расходится очень хорошо, это настоящий триумф. Есть только одно препятствие, в разлуке с любимой он больше не может работать, у него даже выпадают из памяти слова. Неуверенность приносит ему бесчисленные муки. Хотелось бы мне знать, я ли буду жить в России или ты согласишься жить в Париже. И вдруг неожиданный поворот в планах госпожи Ганской. Она обещает приехать на два месяца в Париж, а уж потом вернется на Украину, чтобы посвятить свою дочь и зяте в обязанности крупных помещиков. Бальзак сразу выздоровел. Два месяца обожаемая женщина будет возле него. Два месяца целая жизнь. Ах, только это и существует сейчас для меня, а потом пусть я погибну. Все мне безразлично, только бы на два месяца воплотилась в жизнь моя мечта. Я буду работать, я на твоих глазах допишу крестьян. Целебное средство тотчас подействовало. Бальзак пишет по 20-30 страниц в день. Последнее воплощение Ватрена закончено. 25 января закончен Кузен Понс, роман, который, по мнению Верона, требовательного Верона оказался даже выше такого шедевра, как Кузина Бетта. Ах, волчишка, это все совершилось твоими милостями, твоими чудесами. Ну, ясно тебе, как много счастья ты подарила мне. Не бойся, ты не разоришься, не узнаешь никаких мучений. Если последуешь моим советам, то есть поселишься в снятой мной меблированной квартире на Елисейских полях, будешь выходить из дому и прогуливаться со мною лишь когда стемнеет, будешь вести жизнь подобную той, которую вела Эстер в дни ее счастья, когда она жила на улице Тедбу. Но, конечно, я с ней тебя не сравниваю. Какие же могут быть сравнения, когда подобная любовь возгорается в чистом сердце? Это рай земной, рай еще пустынный, но созданный искусно. К началу февраля 1847 года путь свободен. Бальзак едет во Франкфурт встречать Ганскую. Он снял на улице Неф-де-Бери квартиру на срок с 15 февраля по 15 апреля. Квартира находится в нижнем этаже великолепного особняка. Прихожая, гостиная, столовая, три спальни, комната для прислуги, все покои расположены анфиладой, окна выходят в сад. Ганская будет иметь в своем распоряжении превосходный наемный выезд. Не могу свыкнуться с мыслью, что в субботу вечером буду держать любимую в своих объятиях у сердца своего. Все кажется мне сном. И как-то бывало, когда я шел в театр, становится страшно, а вдруг я опоздаю. Даже дрожь пробирает при такой мысли. Будем вместе два месяца, два месяца брачного союза, будем жить в укромном уголке, в тайне от всех, счастливые, ни с кем не видясь, совершая лишь вылазки в консерваторию, в оперу, к итальянцам и так далее. Право твой наре с ума сойдет от счастья. Будь спокойна, квартира стоит 330 франков в месяц, на стол 370 франков, а всего 700 франков, как раз столько, сколько получено от твоей сестры. Клади 500 франков на удовольствие, на экипаж и так далее, общая сумма 1200 франков, а за два месяца 2400 франков. Считай еще 2400 франков на обратный путь, всего, следовательно, 5000 франков. Возьми с собой из осторожности еще 2000 франков, итого 7000 франков на февраль, март, апрель, май. Но разве это так уж много? Ты ведь считала вдвое больше. Боже мой, как я изголодался по тебе, как жажду тебя. Любединая песня Любовь и ненависть — два чувства, которые сами себя питают, но из них ненависть живет дольше. Бальзак Великий писатель томимой неутоленной жаждой любви, преследуемой навязчивой мыслью о браке, ребяческим стремлением собирать диковинки, страстями, тормозившими его работу, поистине уподоблялся героям своих романов. Однако творческая его мощь не угасла и ум оставался светлым. Лишь только он немного успокоился за будущность своей любви и поверил в возможность приезда любимой к нему в Париж, сразу разгорелся пламень вдохновения и вызвал к жизни новые шедевры. Бальзаку даже удалось снова взяться за своих неподатливых крестьян, придать роману подлинно широкий размах. Как мы уже говорили, замысел этого произведения подсказан был Бальзаку в 1834 году Венцесловом Ганским, но автор отбросил первый свой набросок. Надо остановиться на крестьянах более подробно, так как роман бесспорно имеет огромную историческую значимость. У Бальзака было много случаев наблюдать мир земледельцев в Турени, у Жана де Морганна и Жозефа де Савари, в Лиль-Адане, у Вилле-Лафе, в окрестностях Виль-Паризи, да, быть может, и в Жорги. Он разгадал, где коренится одна из важнейших социальных проблем. Французская революция успокоила часть буржуазии, открыв ей доступ к власти. Однако она не удовлетворила крестьянство. Крупные поместья были вскоре восстановлены, зачастую владельцами их становились генералы Наполеоновской империи, а позднее при реставрации и бывшие сеньоры. Деревенский люд не принимал этого возврата к прошлому. Бальзак историк нравов видел, какие многочисленные узы связывали между собой мелкую сельскую буржуазию, нотариусов, торговцев земельными участками, управляющих имениями, мэров и крестьянство, которое эта буржуазия натравливала на новых феодалов. Хотя книгу заказал ему Ганский, хотя будущая жена Бальзака сама была крупной помещицей, писатель умел глубоко проникать в чувства своих персонажей и понимал недовольство крестьян. Богаты воруют, сидя дома возле печки, говорит один из героев романа дядюшка Фуршон. Так оно много спокойнее, чем подбирать, что валяется где-то в лесу. Видел я прежние времена, вижу и теперешние, дорогой вы мой ученый барин. Вывеску правда сменили, а вино осталось все тоже. А если помещиком становится не бывший сеньор, но буржуа? Вы все еще не расчухали, говорит Фуршон, что нынешние буржуа будут почище прежних господ. Что с ними бы сталось, как бы мы все разбогатели? Сами они, что ли, стали бы пахать? Сами стали бы хлеб убирать? Бальзак предсказал в крестьянах, что масса недовольных пораженных революций когда-нибудь поглотит буржуазию, как буржуазия в свое время пожрала дворянство. Если помещик податлив и позволяет соседу браконьерствовать на своих землях, его терпят, а если нет? Бальзак нарисовал воображаемое имение Эги близ Виллефе. Название скопировано с фамилией Виллелафе, а поместье находилось где-то в Бургундии около Жуаньи, где субрефектом был Латур Мезере. Купленное сперва прелестницей времен Директории, красивой оперной дивой Софи Лагер, имение Эги перешло в годы империи в руки генерала Демон Корне, героя битвы при Эслинге, спыльчивого великана, хрупкая супруга, которого становится любовницей журналиста Эмиля Блонде, смазливого и остроумного разбойника Пера. Управляющий имением Гобертен сначала думал, что ему можно будет и в царствовании генерала продолжать выгодные махинации, которыми он занимался при жизни певицы. Но генерал Монкорне, не знающий обычаи в крае и в качестве образцового солдата, возлагающий все свои надежды на благодетельную силу дисциплины, намеревается строго следовать закону. «Вы кормитесь моей землей», заявил ему граф. «А по-вашему, мне надо было кормиться воздухом?» с усмешкой возразил Гобертен. «Вон!» «Убирайтесь отсюда, негодяй!» Уволенный Гобертен будет заменен честным мешо, но генерал неосторожно разворошил опасное гнездо термитов. Гобертен, продававший и скупавший земельные наделы, связан родством и свойством со всей округой и держит ее в руках. Председатель суда, его двоюродный брат и союзник. Ни о каких законах не может быть речи в этих деревнях, где царит грубое возделение, алчащее клочка земли или насилие над девушками, и где полевой сторож знает, что ему надо на все смотреть сквозь пальцы. Крупный помещик, личность праздная, всегда окажется побежденным. Он выиграет дело в окружном городе и все проиграет на своих землях, запутавшись в сетях корыстных интересов своих противников. Благородного Мишо убьют, и убийца так и останется ненайденным, ибо свидетели будут держать язык за зубами. Это преступление напоминает убийство Поля Луи Курье, происшедшее близ Тура в 1825 году. Его подоплека была известна Бальзаку. Супрефект советует генерала Монкорне продать имение и вложить деньги в ренту. Примечание Поля Луи Курье 1772 1825 годы писатель и памфлетист смело выступал против реакционного режима реставрации. Курье был убит 10 апреля 1825 года в лесу своими слугами. По официальной версии преступление носило уголовный характер. Однако прогрессивная общественность Франции знавшая о ненависти в правительствах Курье считала это убийство политическим. Убийцы остались безнаказанными. Чтобы я отступил перед крестьянами когда я не отступил даже на Дунае? Да. Но где ваши кирасиры? спросил Блонде. Через неделю после этого странного разговора по всему департаменту и даже в конторах парижских нотариусов были расклеены огромные объявления о продаже по участкам имения генерала Монкорне. Местный ростовщин Грегуар Ригу приобретает всю землю, оставляет за собой виноградники, отдает леса Годертену, а замок черной шайки спекулянтов. Вывеску переменили еще раз, но вино осталось все то же. Проходит много времени после этих событий. Блонде, дошедший до последней степени нужды, хотя она и скрыта была под оболочкой блестящей светской жизни, уже близкий к самоубийству получает письмо с черной сургучной печатью. В письме графиня Демон Корне извещает его о смерти своего мужа, после которого она осталась единственной наследницей. Сорокалетняя женщина дружески протягивает свою руку и предлагает значительное состояние человеку, который был ее возлюбленным в дни молодости. Эмиль Блонде становится префектом, женится на Вержине де Монкорне, дочери Виконта де Труавилля и русской княгини Шербеловой. Легко представить себе, что создавая такой конец книги, Бальзак думал о желанной для него развязке собственного романа, о женитьбе на русской аристократке, уже давно избравшей его своим возлюбленным. Но чтобы прийти к этой счастливой концовке своего произведения, писателю надо было преодолеть тысячу трудностей, ему нелегко было проникнуть в крестьянскую среду, еще более скрытную, более замкнутую, чем общество Сен-Жерменского предместия. Правда, он уже изучал сельский мир, как это видно по романам «Сельский врач» и «Сельский священник». В социальном катехизисе он рассматривал проблему цен на продукцию сельского хозяйства и утверждал, что Франции выгодно поддерживать их на очень низком уровне, для того, чтобы ее промышленность могла бороться с английской, которая является главным регулятором. Бальзак полагал, что процветание Франции могло основываться только на крайней воздержанности французских крестьян. Этим эвфемизмом фарисейским выражением прикрывалась ужасающая нищета деревни. В глазах Бальзака это был социальный факт, равносильный наличию в зоологии видов животных, обреченных на вымирание. В действительности же не было никаких оснований для того, чтобы земледелец соглашался приносить подобную жертву. Бальзак сознавал, что должен глубже изучить этот вопрос, чрезвычайно важный для мыслителя, желавшего быть историком своего времени. Но ему все не удавалось в крестьянах найти правильный угол зрения. Газета «Ла Пресс» заплатила Бальзаку 9000 франков в счет гонорара за обещанный ей конец романа, который она хотела напечатать фильетонами. Наконец так и не был написан, и Бальзаку пришлось возвратить часть полученного аванса. «Крестьяне» посмертное произведение. Оно появилось только в 1855 году. Эвелина Ганская став женой, а затем вдовой Бальзака пыталась прибегнуть к помощи Шанфлери, потом привлекла к сотрудничеству рабу, чтобы дописать незаконченный роман. Оба они отказались. Тогда Эвелина де Бальзак, безуспешно попытавшись сделать это собственными силами, удовлетворилась тем, что опубликовала наброски, сделанные Бальзаком еще в 1838 году, добавив к ним лишь несколько своих песчинок и зернышек гравия. Вдова Бальзака поступила правильно. Книга эта одна из прекраснейших в мировой литературе, полная глубокой правды, столь же верной ныне, как и в 19 веке. Она все так же ясно показывает, что нельзя командовать ни крестьянами, ни целыми народами с помощью юрисдикции, основанной на отвлеченных рассуждениях. Какой-нибудь Монкорне всегда столкнется в полях с противником, подобным Годертену. Тут Бальзак, так же, как и всюду, хочет, чтобы законы имели в виду живых людей, таких, каковы они в действительности. Субтитры сделал DimaTorzok